Как случилось? Если он хочет видеть вас немедленно, отправляйтесь во дворец поговорить с отцом. Мне кажется, нужно пойти что-то сделать все-таки музыку. Но музыка здесь очень хорошая. Нет, да. Игра прекрасная. Очень хорошая игра. Амели. Родная. Так, пауза на пробел ставится. Что у нас есть? Золото. На золото мы нанимаем, покупаем артефакты, свитки, торгуем, короче говоря. Ярость. Ярость это ресурс, который накапливается в бою и между боями постепенно уходит. На ярость вы можете... На всякий случай я проговариваю базовые вещи, потому что, возможно, кто-то либо играл давно, либо не играл вообще. А тут механика в игре очень хорошая. Продуманная, особенно продуманная в этом моде, по которому там турнирные таблицы, все дела. Вот. Но я не на этом. Мне бы пройти игру на этом моде. Отдельный привет Пимксему. Он на честь и стал одним из тех, кто... Oxygen Not Included я смотрел. Да, неизвестно. Спасибо тебе за соточку. Обратные... Да. Сейчас пока не об этом. Спасибо тебе. Короче, ярость у нас накапливается в бою, ты получаешь урон, получаешь ярость, наносишь урон, получаешь ярость, там противники умирают и так далее. На ярость ты можешь своего... Когда у нас появится дракончик, мы сможем его заряжать на разные умения, он будет тратить ярость и на поле боя нам помогать. Мана, классический ресурс, маговский и все дела. Это у нас интерфейс там героя. Итак, начнем с базовых вещей, наш герб, класс, лидерство, которое, собственно, определяет то количество войск, которое мы можем себе позволить нанять и удержать, самое главное. Атака защита, соответственно, очень похожа на геройскую тему. Разница в атаке и защите определяет тот урон, который ты нанесешь или получишь. Интеллект увеличивает эффективность заклинаний, нападающих, ну, атакующих, соответственно, увеличивает урон. Там каждый... Сколько? Каждая единица на 5%, каждые 7 единиц на 15% к урону, каждые 20% увеличивает длительность некоторых заклинаний. Вот. Магический урон отрядов, кстати. Не уверен, что это в оригинальной игре было, потому что не помню эту фразу. Увеличивает магический урон отрядов каждый 5 интеллекта на 2%. То есть, если будет не физ урон, а магический урон, то будет влетать. У нас есть, соответственно, три основных ветки развития, да, сила, дух и магия. Здесь мы вкидываем руны, которые нам будут выдавать по мере повышения уровня героя. Там опыт набираем. Опыт и лидерство разные вещи, кстати, да. Вот. Магу, соответственно, будут давать больше урон духа, и мы будем сильно привязаны, в первую очередь, конечно, к этой вкладочке. Не факт, что я остановлюсь именно на этом классе, посмотрим, что будет дальше. Что было бы неплохо взять на старте? Нет. Нет. Без толку. Ну вот, трансмутацию можно потихонечку через алхимию прийти, потому что медитация, скорость восстановления маны, это между боями, насколько я понимаю. Ты бегаешь, у тебя мана восстанавливается. Не так. Аккуратность хорошая штука, если особенно не знаешь, что качать по книге заклинаний, я точно не знаю, что качать. Потому что в книге заклинаний, во-первых, в этом моде добавили полсотни новых, это предметов новых, заклинания переработали, попереносили из разных школ. Вот. И тебе для того, чтобы выучить заклинания, нужно тратить кристаллы маны, для того, чтобы их, для того, чтобы повысить их уровень, тебе нужны, нужны тоже кристаллы магии. Ты их можешь собирать, ты можешь разрушать предметы. Ну, так или иначе, это ресурс, который, который могу очень нужен. Ну, инвентарь, понятное дело, внизу, это квестовый предмет, здесь разные предметы, здесь будет еще появиться у нас... Ну, неважно, вы все увидите, поехали. Дальше прохождение. Не факт, что я на этом остановлюсь, но... Короче, здесь еще в чем хорошо? Здесь игра создана, насколько я понимаю, нашими разработчиками, и поэтому... Здесь очень хороший русский язык, и очень хороший текст. Вот. Квесты интересные, то есть более-менее... Они, конечно, адаптированы на более широкую аудиторию, но все равно приятно читать. Поэтому вполне вероятно, какой уровень сложности, максимальный уровень сложности, уже проходил игру. На спортивном моде нет, не проходил игру, здесь много нового контента. Я проходил вообще в сеть, наверное, части. И легенду о рыцаре, и перекрестке миров, соответственно, три кампании внутри перекрестков. Ну, это самая обширная, насколько я понимаю, кампания принцессы доспеха. Вот. Говорим. Дочь моя, Амели, пожалуйста, присядь. Я хочу серьезно поговорить с тобой. Сейчас у стен Кронберга стоит армия Баала, и нам нечего ей противопоставить. Завтра наши маги окончательно ослабнут, и демоны ночи начнут штурм замка. Поэтому у меня к тебе две просьбы. Надеюсь, ты поймешь меня и не станешь противиться королевской воле. Кстати, мне нужна ручка будет, и записывать. Можно на карте делать пометки, и я обязательно этим буду пользоваться, потому что в голове такой объем информации точно не поместится. Блин. Дай, пожалуйста, лизик. Отлично. Добрый вечер. Как понравилось, прошу, что сакуле PUBG играть и попрыгать, после 10 поек вернуться снова просто к просмотру. Да, PUBG такой. Особенно читеров много. Спасибо тебе за поддержку и добрые слова. Как отец, я должен защитить тебя. Сегодня ночью прилетит дирижабль... Ага, да. Дирижабль гномов. Он отвезет тебя, близких нам людей, в Мурок. Насколько нам известно, только эта земля не пострадала от демонов. Конечно, там полно орков, но между нами подписан мирный договор. К тому же с тобой полетит час королевской гвардии для охраны. Спасибо, отец, за работу, но я все же надеюсь, что Кронберг выстоит. Родной дом надо защищать, а не бежать. Достойные слова. Я горжусь тем, что моя дочь выросла столь смелой и оптимистичной. Надо примерять на себя вот это вот. Постарайся сохранить эти качества и впредь. Впрочем, просьба эта не обсуждается. Ты единственная наследница трона. Прониклись, да? 97% в чатике мужиков. И должна быть в безопасности. А, кстати, подтягивайте жен, подтягивайте мелких, потому что игра им зайдет, я думаю, тоже хорошо. Вот. Помнишь часы времени, которые оставил тебе Билл Гилберт, когда уезжал на Тиану? Эти часы не простая игрушка. Они принадлежат стражу времени, запечатанному в шкатулке ярости Билла Гилберта. Эти часы меняют время вокруг тебя. Когда тебе плохо, время ускоряется, и ты быстрее выздоравливаешь. Когда тебе хорошо, время замедляется, чтобы ты могла насладиться каждой секундой. Удобно. Впрочем, разговор здесь о другом. Главный советник, Архимакши Вариус, утверждает, что с помощью этих часов можно сделать какую-то дуру в пространстве и даже остановить время. Он обещает отправиться за Биллом Гилбертом и с его помощью остановить демонов. Я не слишком хорошо разбираюсь в магических артефактах и не понимаю, как можно за один день совершить такое. Но ты отдай ему эти часы времени и готовься к отправке в Мурок, хорошо? Хорошо, я поговорю с Архимагом, а насчет отправки Мурок мы поговорим позже, отец. Так, а вот теперь уже пошли изменения, потому что в оригинальной версии этого нет. Напомню, мод спортивный, версия 1.8. Вот. Жене Кингс Баунти тоже очень нравится, конечно же. Билдур. Билдор говорит, о, Кингс Баунти, как же я удачно зашел, какой же кайф. И я просто ловил себя на мысли, что вот сажусь в поезд, беру ноут, открываю и просто на... Не знаю, в зависимости от того, сколько времени, конечно, потому что если это дневной поезд, мне можно через 6 часов просто вот... Вот. Если это ночной, то все равно можно поймать себя на мысли, что уже 3 часа ночи, а ты прибываешь в 7 утра и как бы хорошо было бы поспать. Очень увлекательная игра, готовьтесь. Чуть было не забыл, Амели. Учителя воинского искусства говорят о твоих успехах в командовании любой армии, но сейчас пришло время выбрать расу защитников, которым ты доверяешь больше других. Я хочу, чтобы в мурок ты взяла именно их. Короче, судя по описанию, мы сейчас определяем нашу специализацию. Выбираем расу, люди, демоны, гномы, эльфы, ящеры, орки, нежить, нейтралы, которые будут у нас основными. То есть требования по лидерству будут увеличиваться для других рас на 20%, а к выбранной расе уменьшаться на 25%, что-то в этом роде. То есть мы сейчас определяем пул тех, ну, нашу основную, по сути, армию. Давайте проголосуем, мне, в общем-то, абсолютно все равно. Демократия пошла на good game. На самом деле, мне не все равно, я не хотел бы играть за некоторые, но не хочу. Люди, демоны, гномы, эльфы. Люди, сейчас я создам. Люди, демоны, в чатике будет голосование. Гномы на good game, эльфы. Кстати, good game отличный сайт, goodgame.ru. Кого выбираем? Лучший сайт. Эльф, ящеры, орки, нежить. Ящеры, ящеры, язеры, ящеры, орки, нежить и нейтралы. Все, создал голосование. Голосуйте, друзья, голосуйте. Сейчас посмотрим, как нежить. Я, кстати, за нежить хотел как раз, вы не поверите, я хотел как раз за нежить. Сейчас вот до этого поиграл за эльфов. Ну, естественно. Демоны очень классные. Там. Хорошо, есть. Берем нежить. Андеды. Если планшевариуса не удастся, нас ждут серьезные испытания. Я хочу, чтобы ты спешно завершила обучение и прошла посвящение в одной из магических школ. Ты должна быть готова к грядущим переменам. Этого тоже нет в оригинальной игре. Мы сейчас выбираем... То есть в оригинальной игре, насколько я помню, ты не ограничен в плане выбора школ. То есть ты можешь использовать и заклинание порядка, искажение, хаоса. Что хочешь. Порядок, как правило, это всякие бафы. Искажение, это, как правило, там, ну, дебафы. Хаос, это чисто урон какой-то. Там всякие фаерболы, стрелки, метеоры, молнии и прочее, прочее. В искажении, соответственно, слоу, там, хейс, там, какие-нибудь бараны. А в порядке блессы, там, броня, прилив сил, ну, в общем, такие. Вот. Но учитывая, что я, блин, маг, вообще везде есть дамажащие сплы. Дамажащие сплы. Дамажащие сплы. В порядке, кажется, физ урон. Что там, секира у нас? На самом деле, учитывая то, что у нас МТА будет, от порядка, наверное, надо отказываться, потому что там не... Хотя, черт его знает. Голосовалка, ладно, все, голосовалку. Порядок, искажение или хаос? Снова часик определит, что же я за... Что выбираем? Порядок, искажение, хаос. Я очень плохо разбираюсь. Давайте посмотрим, что скажут эксперты. Искажение, хаос, порядок. Ну, все за беспорядок. Ну, потому что мужики все. Искажение, хаос, 50 на 50. Нам определенно нужен второй тур. Хаос побеждает, но давайте новое голосование без порядка, чтобы те, которые голосовали за порядок, смогли бы проголосовать за что-то другое. Но они будут, по логике, голосовать за искажением, потому что они голосовали за порядок, а не хаос. Стало быть, хаос уныло, говорят. Я не знаю. 50 на 50. Давайте искажение берем. С небольшим перевесом выигрывает искажение. Попробуем искажение. Так. Ой, у нас андыдовская армия сразу. И предмет какой-то. Кольцо древних некромантов, проклинающие служители ордена, священников и инквизиторов. Минус 2 инициативы. Это очень важно, кстати. Инициатива определяет, в какой последовательности ходят, ну, так же, как в героях, там, с четвертых и дальше. Минус 20 уроны к инквизиторам требует принести в жертву 100 крестьян за свиток зов некроманта. Одеваем. 100 крестьян. Ну, это лучники, а не крестьяне. Так, а когда мы определили школу... Когда мы определили школу, у нас чисто случайно... Нет, ничего не поменялось. Такое впечатление, что добавилось что-то, но не факт. Кокейка подержал, говорит, отхожу ко сну в далекой Таиланде, как у нас в России холодно. Сегодня у похолодания уже пришло. Туман с утреца был. Под вечер он ушел. Их будет минус 10 в начале следующей недели, обещают. Спасибо большое. Тут новые умения. Разберемся по ходу пьесы. Давайте. Так, Шевариус. Ну что, вы уже поговорили с отцом, ваше величество. Я думаю, что жнец неспроста оставил часы времени вам. Страж говорил, что он умеет видеть сквозь время. Отец попросил меня дать вам часы времени. Да, верно. Я хочу с их помощью вернуть Билла Гилберта. Он, наша последняя надежда. Я не сомневаюсь, что он смог бы нам помочь, но как же со временем помогут вам это сделать? Принцессы, вы увидите это своими глазами. Прошу вас, следуйте за мной, ваше величество. С этими словами он развернулся и вышел. Еще один плюс, кстати, для тех, кто проходил когда-то игру. Ну, во-первых, это было давно. Во-вторых, скорее всего, вы весь текст не читали. Мне, как стримеру, понимаете, как стримеру, по-хорошему, надо будет читать все квесты. Поэтому, вы для себя игру откроете. Они хорошие, просто иногда, ну что же, я готов. Давайте часы времени, ваше величество, и я начну. Тем более, ты читаешь, как правило, про себя, бегло читаешь, не все замечаешь. Подождите, можно я с вами отправлюсь в Тиану? Все-таки часы времени были оставлены мне, я за них в ответе. А ну-ка, в первую очередь, вы единственная дочь короля и наследница трона. В чужом мире вы станете для меня обузой. Простите, ваше величество, но я не могу вас взять с собой. Да, я принцесса и приказываю тебе, чародейшим... Ложь. Отец сказал мне отправиться с вами, не забывай, что я дочь богов. Так, не забывай, что я дочь богов. Увы, принцесса, похоже, что боги отвернулись от нас. Я не отдам вам часы, пока вы не объясните, зачем они вам нужны. Хорошо. Блин. Хорошо, принцесса, я открою вам то, что рассказал вашему отцу. Вы, наверное, знаете, что пока Билл Килберт был здесь, я неоднократно беседовал со Стражем Времени из его знаменитой шкатулки. Страж объяснил мне основу работы своих часов. Эти часы с песком есть душа Стража, без которых Страж представляет собой лишь аморфную субстанцию, не способную существовать в нашем мире. При пересыпании песка внутри часов душа Стража перерождается. Понятно? Конечно. Да, кажется, понимаю, если продолжать. Так вот, если разбить часы, то песок из них высыпается прямо в наш мир, высыпется прямо в наш мир и произойдет катаклизм. Опять с ошибкой написано. Он нужна аж впереди. Им станет дыра во времени и пространстве, связывающая мир, в котором находится душа, с миром, где находится Страж Времени. Таким образом, в эту дыру можно будет пройти и оказаться в мире, где должен находиться Билл Гилберт. Далее остается лишь найти его и вернуться с ним назад. А если вы не успеете вернуться? В этом и заключается главная мысль. Страж вечен и его душа не подвластна времени. Когда песок попадет в наш мир, весь Дариан тоже окажется вне времени. Пройдет эффект обратного водоворота, который заморозит время в Эндории. Такая сила это предел мечтаний любого архимага. Но тот, кто разобьет часы, получит краткий миг над пространством и временем и на него эффект водоворота не подействует. У меня будет достаточно времени на поиск. Это все. А теперь дайте мне часы. Хорошо. Давайте попробуем. Изменим пространство и время, что из силы ударить часы времени о землю. У меня даже выбора нет. Я просто делаю что... Что вы делаете, принцесса? Я могу прочитать заклинание, но я не смогу воспользоваться порталом, если вы... Маг не договорил, часы ударились о землю и... исчезли, чтобы снова появиться над вашей головой. Шивариус скинул посох, пытаясь удержать артефакт, но опоздал. Мощный поток силы пронзил все вокруг, а кончики ваших пальцев заныли, словно их перетянули нити, управляющие марионетками. Только вместо кукол на этих... на конце этих нитей извивалось само время. Не волнуйтесь, Архимаг, я сама отправлюсь за Биллом Гилбертом, читайте свое заклинание, пока время не остановилось. А Энзен поддержал, говорит, славься в Великий, сколько лет молил богов всех старых и новых, дабы увидеть прохождение рыцаря от твоей руки буду вызывать к тому, что найдется какой-либо мод, который позволит тебе сдуть пыль с первых двух частей и скрасить нам несколько прекрасных. Спасибо большое. Вот приятно, что многие просили, да я сам играл в Kings Bounty. Ну что, журнал заданий это наше... У-у-у... Осуждающий, покачав головой, Шевариус вскинул посох и с каждой секундой движения его замедлялись, но он успел. Луч ударил из посоха и на том месте, где раньше стоял фонтан, образовалась Черная дыра магического портала И все вокруг изменилось Время сжалось в одну минуту Повторяющееся снова и снова Для всех вокруг Кроме вас Так, я пока закуплюсь Нельзя закупиться Ну что, поехали Вы действительно хотите войти в портал, ведущий в другой мир? Изи Первый остров Тут весь мир состоит из островов Другой мир оказался почти таким же, как и ваш родной По крайней мере, то место, куда вас перенес портал Судя по всему, вы оказались на городской площади На безлюдной площади Лишь одинокий, дремавший стражник Вздрогнул и проснулся, когда портал с шумом раскрылся Нужно выяснить, где вы находитесь и попросить помощи Итак, у нас есть журнал заданий Здесь отображаются квесты Их описание и статус Награды По золоту, по опыту Упоминаются острова Если квест... Ну, все квесты, как правило, к какому-то конкретному острову Принадлежат Есть у нас карта, уже можно посмотреть Это карта текущего острова Которая называется Дебир Или Дебир, но я называл Дебир Можно ставить метки всякие Для того, чтобы Не забыть какие-то вещи Хоть это не Старкрафт 2 Кстати, тоже в конце новый баланс с новыми скиллами и картами На Кингс Баунти тоже очень круто Хотя, повторюсь, это не Старкрафт 2 Ага Пивотехник Береги принцессу и учесть ее в походе Спасибо, Пивотехник Так, значит, мы Маг андет По специализации У нас есть скелетики А, это скелет лучник Первого уровня Лидерство 15 2, 3, десятка Мне по-хорошему нужно Очень, блин, внимательно Познакомиться со всеми Моими Как минимум Во-первых, здесь ребаланс Ну, там некоторые способности изменены Потому что Ну, потому что Было много имбы В оригинальной версии игры Поэтому давайте Скелет лучник Урон от ядом Урон магии И снимающий одно полезное заклинание с цели Окей Лучники, значит, у нас могут Диспелить Нежить У нас есть резист Вражденные Сопротивляемость к яду Да ладно У нас есть еще 50% атаки ночью В подземельях Плюс один мораль на кладбищах И мы получаем Больше урона От святых атак Ну, это священники Инквизиторы Маги Там, чародеи Наверняка кто-то еще Надо посмотреть У кого святые атаки Ну вот 50% Мораль на кладбищах Это очень важный момент Стрелок Костяной 30% урона От стрел Из-за того, что у него навык Костяной Ну, типа, плоти нет Стрела мимо И некра энергия Свойства недоступны Появляются при изучении Посвящении 3 При игре За темные расы Что? Свойства недоступны При изучении Посвящения Посвящения Это умение какое-то Или это у нас Мне кажется, это умение Которого пока нет Посвящение П-п-п-п-п-п-п. О нет, есть посвящение. Это умение позволяет герою тренировать служителей тьмы, обучая их базовым возможностям. Демонологи, нить жизни. Ну, тут, видите, умение тоже не похоже на то, что было в оригинале. Потому что вот посвящение, это явно некрасовская белочка. Демонологи классные. Ох! Блин! Так, что еще по скелету 3, 2, 4, 4 инициатива, скорость очень низкая, крит стандартный Зомбари Лидерство в два раза больше, уровень цели второй Довольно плотный по... А вот еще пишутся, пишутся какие сопротивляемости Физ 0, ядовитый 50, магический 0, огненные десяточки Очень низкая инициатива И очень большое количество здоровья по отношению к урону Бег, стандартная тема и отрешение Зомби отдает свои текущие очки действия выбранному союзнику Уже ходивший отряд получает повторный ход Два заряда, класс Учитывая то, что они с руки-то особо сильно не бьют Добежать, начать танковать, а потом уже воодушевлять И привидение у нас есть Лидерство в 50, третий уровень 16-10 Инициатива хорошая, скорость хорошая, крит чуть повыше И тут комбинация магического... Ну, типа астральный урон Магический, астральный Не знаю, это два разных урона Здоровье 25, талантов нет Нежить парит Ну, там всякие ловушки, мины Препятствие Фантом О, половина урона от физатак Проходит через препятствие И он еще отжирается Поглощение душ Выглядит как халява Причем численность отряда Он не просто отъедается, но увеличивает Если они выйдут из-под контроля Мы можем просто стак делить В резерв убирать их и все Хорошо, давайте Король Фридрик, добро пожаловать, незнакомка Мне доложили, что ты появилась из ниоткуда Прямо на площади моего замка Кто ты такая? Зачем проникла в замок, минуя стражу? Тебя прислал Деминион, чтобы убить меня? Истинного короля Вероны Фридрика II Что? Ваше величество, я принцесса Амели Прибыла сюда из мира Эндории Мне нужно как можно быстрее найти рыцаря Билла Гилберта Что? Ты прибыла из другого мира? Эндория? Ммм Да, кажется, я слышал такое название Интересно, интересно Рыцаря она ищет Так значит, ты принцесса по крови? И как зовут вашего отца? Ваше высочество? Моего отца зовут Марк Леонар Он король Дариона Королевство людей в нашем мире Правда, я ему не родная дочь Наши легенды гласят, что боги послали меня королеву в ответ на его молитвы Боги послали? Дочь богов из другого мира? Не может быть Неужели Анхель Кто это такой? Говорил правду Это потрясающе Надо проверить И где же этот ларец? Король засуетился Вскочил с трона Вытащил откуда-то шкатулку Открыл Там лежал чудесный камень небесного цвета Принцесса Ты знаешь, что это такое? Нет Но мне нравится его цвет и форма Вот то, как раз о чем я говорил Учитывая то, что создатели Хороший русский язык Приятно читать Невежда Форма и цвет камня не имеют значения Это камень отваги Один из восьми камней Тианы Которые являются ключами к источнику божественной силы И если ты та, о котором говорится в пророчестве Анхеля Ты разбудишь этот камень Подойди и дотронься до него, дитя Если ты говоришь правду Он оживет И отдаст тебе свою силу А если врешь То просто окаменеешь Как и эти несчастные самозванцы Король нахмурился И указал рукой на целый ряд мужских и женских статуй Украшавших тронный зал Я когда играл, вообще это прокликивал Я не стану трогать этот камень Первый вариант Мне непонятно, о чем идет речь Что еще пророчество Давай, что за пророчество Это мы обсудим позже А сейчас бери камень Ты ведь говоришь мне правду о своем божественном происхождении Или это ложь? Молодой король явно нервничал Судя по всему, для него это был крайне важный вопрос У меня выбора нет Мне нет за чем лгать, ваше величество Я пришла сюда из другого мира И я действительно дочь богов Едва вы коснулись камня Как он засветился призрачным светом И рассыпался на мириады сверкающих искорок Искорки вспыхнули и медленно исчезли А вы ощутили небывалый подъем сил и ясность мысли Это невероятно Камень принял тебя Он сделал тебя своим хранителем Пророчество Анхеля сбывается Я хранительница камня? Не понимаю А куда этот камень вообще подевался? Камень теперь часть тебя Собрав все восемь камней Тианы Ты станешь равный богам И остановишь хаос Так говорится в священных текстах Не волнуйся Я, король Фридрик Второй Окажу тебе в этом посильную помощь Расскажу, где находятся остальные семь камней И помогу тебе их получить Это великий день О боги Долгие годы ожидания Теперь позади Но для начала я сделаю тебе королевский подарок Я сделаю тебя королевой Не, думаю, спасибо, не надо Уверен, он придет тебе по душе И вы подружитесь Так, подружусь Где, где же он? Поговори с капитаном Багардом Начальником моих гвардейцев И он тебе все объяснит Надеюсь, ты любишь сюрпризы Не думаю, я прекрасно знаю, что делаю Уверен, что в твоих поисках Мой подарок окажет тебе огромную помощь Вот увидишь Еще я даю тебе список В нем указано, где и у кого находятся прочие камни Тианы Камень отваги уже у тебя Камень надежды ты сможешь получить здесь же, на Дибире Изучай список Если понадобится, задавай вопросы Я прикажу охране пропустить тебя ко мне Без лишних расспросов и задержек Погоди, это еще не все Я попрошу открыть тебе доступ К услугам нашей военной академии Ее тоже вроде переработали Просто покажи им вот эту бумагу Уверен, в эти нелегкие времена Помощь наставников академии не будет лишней Спасибо Лидерство дали 20 Всех победил сейчас Было 160, сейчас 180 Это Изи Так, бумаги Ты еще не поговорил? Нет, не поговорила Ооо, какая санса, слышишь? Читительность мыши Полегче мыши Во Тогда еще просто не было такого Дипяя Дикого Энза говорит, да ладно, Кингс Баунтик Приятно удивлен, годнота подъехала Стой, кто идет? Ну-ка, доложись как положено Ее величество принцесса Дериона и Эндори Про принцесс рассказывай кому-нибудь другому А перед тобой стоит начальник королевской стражи Раньше я тебя здесь не видел Кто ты? Что тебе нужно? Потенциально опасная незнакомка Назови свое имя Меня зовут Амели Король Фридрика отправил меня к вам за подарком И еще корабль обещал Принцесса Амели Прошу прощения за бестакность Королевский подарок Ручной дракон ожидает тебя Ручной дракон? Не может быть По королевскому указу Тебе положен дракон Никак не меньше Я открываю ворота Ступай на ферму Поговори с Мартой Она тебе все объяснит Заберешь дракона И ко мне за инструкциями Хорошо, капитан? Я мигом Так Тебя зовут Амели Я права У тебя и правда взгляд Как у настоящей принцессы Думаю тебе понравится Королевский подарок Взгляни на этих малышей Ты можешь выбрать себе Любого дракончика Он станет твоим другом И будет оберегать тебя В минуту опасности Выбирай любого Какого тебе больше других нравится Так, короче Не просто так Самый шустрый Синий Метнется Быстренько Мана ускоритель Инициатива Животным драконом Ну, у меня вообще Андеды Надо смотреть уже Вот инициатива Животным драконом Это вообще мимо Плюс 5 ярости Хорошо Но я вообще маг Ярость будет у нас Не приоритете Мана ускоритель Хотя Учитывая то, что ярости Будет мало Тут инта с кладоискателем Кладоискатель Очень может помочь Потому что Там как золото Можно вытащить Так и руны Свитки и прочее Скорее всего Интеллект и кладоискатель Сразу возьмем Шаровая молния Это способность Которая там Шок и проценты От Ага Каменная стена Это для оранжевиков Чтобы отгораживаться Крит удар Чужое яйцо Это самонит Мана шаровая Короче, кладоискатель Поехали Хороший выбор Заботься о нем И он ответит тебе тем же Однажды на ферму Забрались воры Так мы узнали А, так мы узнали Об этом только спустя месяц Когда обнаружили Расплавленные остатки Их доспехов Ты можешь сама Придумать ему имя Я их просто По цветам чешуи Назвала Мне так проще И кстати У меня есть тут Кое-что Из его игрушек И я могу тебе Это продать Хорошо Ручной дракон Теперь У вас есть Собственный Ручной дракон Сокол бы пошутил Про своего ручного дракона Правда Пока что он совсем маленький И здесь тоже шутка От сокола Но еще сотня Другая лет И этот забавный Малыш превратится В самого настоящего Свирепого дракона Посмотреть На вашего питомца Не, на Не, на Вы можете В нижнем Левом углу Окна персонажа Его уровень И текущий опыт Отображается на индикаторе Нажав на портрет Дракончиков Откроете меню Изученных им умений Все умения Можно использовать в бою Расходуя на вызов Питомца Накопившуюся ярость Да, давайте, кстати Соколика мы Назовем дракона Я чувствую С этой игрой У меня не будет Времени на PUBG Слава богу Но хоть здесь будет Сокол С О К О Л Сокок Ладно, сокол Поехали Ручной дракон Сокол Отлично Здравствуй Как поживает дракончик Хочу поторговать Злобоглазые Восемнадцать тысяч Трехпалые Стальные перчатки Селивый Способность Дракончика Ману Ускоритель Три Ман Очко Действия Эта бутылка Ярости Можно пропивать Перед сложными боями Мне нужно сейчас На андедов Посмотреть Так, поговорим С главарем Наемников О А тут Кстати у нас Еще больше Андедов Я думаю Надо набрать Мертвый паук Четвертого уровня Одного паука Наберем Пиратов Берем Хорошо Собираем Лидерство Та-та-та Та-та-та-та Проверяем Ох О, Пинксинг Привет Видишь Я решился Я решился Так Поговорили Надо же за инструкциями Вернуться Дракончик Смотрите Здесь вроде как Тоже Хладоискатели Сокрушающий удар Сокол Отлично А я там пропустил уже Раскопочку Да Я не видел Анимации даже Он же должен показывать Что здесь что-то есть А он показывал Просто я не видел Смотри Сундуки Сундуки здесь В дефолтных местах Подсвечиваются А вот справа еще Вообще нужно Внимательнее Проходить Друзья Если я сильно Буду фейлить Только кто подсказывает Если нет То давайте Пока 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 я сам Поехали Ну как тебе Дракон Нравится Согласись Воистину Королевский подарок Но А я тоже Не прохолождался Твой корабль Снаряжен И ожидает Тебя у пристани Правда Боцман сбежал Не знаю Что делать Боюсь Придется тебе Самой Искать Навигационные Карты И прокладывать Маршруты Была бы такая Халява Если все Карты Были открыты Сразу На последний Остров Там Или куда-то Там Набрал Золото Лидерство И прочее Да Еще по долгу Службы Службы Должен тебя Спросить Желаешь ли Пройти начальное Обучение В гильдии Воинов Конечно Хочу Каждый Молодой Воин Желающий Попасть в гильдию Проходит это Обучение Начальная Подготовка Включает в себя Обучение Основам Магии Умению Подбирать Экипировку Общаться с оружием Командовать Отрядом Хорошо Думаю Будет полезно Хорошо Я уже Обо всем Договорился Можно было Кстати Скинуть Ненужных Не надо было Покупать Потому что Здесь надо Еще бои Желательно Проходить Особенно Первые Без потерь Для того Чтобы у тебя Был бонус По лидерству Но мы К наградам Перейдем Когда в следующий раз Попадем в инвентарь В списке Кандидатов Твое имя Не попадает В конце концов Ты же не Не вступаешь В гильдию Сейчас я провожу Тебя в гильдию Подземелье Где проходит Начальная Поехали К сожалению Так А тут уже Идет обучение По моду Спортивному Кажется Потому что Этого что-то я не помню В оригинальной Длительность боев Влияет на время прохождения Один раунд боя Две минуты Игрового времени В начальной стадии Игры Отсутствует Заклинание Лечения Воскрешения Инквизитор руны Получили другие возможности Это мне не очень нужно Игрок на старте Выбирает расу Мы выбрали Андедов Лидерство юнитов Других рас увеличено По сравнению с оригиналом 25% А Стандартные требования К лидерству То есть Кандедам у нас стандартные К остальным Беда Игрок на старте Выбирает одну из школ магии Остальные недоступны Просто недоступны Класс Я у тебя отсюда не могу Ну ладно Приветствую тебя Юный Воин Меня зовут Тернер Почти как тренер Видимо специально сделал Я один из наставников Гильдии Сейчас Я и мои товарищи Будем учить тебя Уму-разуму Покажем С какой стороны За меч хвататься Какой стороной Меча во врага тыкать Будь ты пастухом Или лесорубом Был проще Они хотят Они хоть вилами Да топором Орудовать привычно А уж с тобой Что делать Я даже не знаю Я быстро учусь Вот славно Только сначала тебе понадобится Меч и щит Вот это и будет для тебя Первым уроком А ты ищи оружие Которое в этой комнате спрятал Ты ищи А я посмотрю Как ты двигаешься До лопаты работаешь Древо умений Древо умений Существенно переработано Каждый класс главного героя Имеет 4 уникальных умения С учетом квеста В академии Так Каждый класс главного героя 4 уникальных умения Кроме того Игроки получат возможность Выбрать еще 11 Дополнительных навыков Новое древо умений Переносит бонус развития Дракончик от воина к паладину Тем самым создавая Три разных типа игры Сила армии А в оригинале Если ты хотел прям Упарываться по По дракончику Ты шел там В ветку силы Да Там бонус к экспе Там ярости дофига И прочее Но это нас не касается Мы типа маг Новые спутники и предметы Более Доступно более 40 Новых оригинальных вещей И 10 новых комплектов Некоторые старые предметы В том числе и квестовые Получили новые свойства Герои добавлены 2 новых слота Для питомцев Дракончика и лошади И для патентов Дипломов и прочих бумаг Появились новые спутники Дракон Хас Хас-Нубас Для его получения Необходимо выполнить Условия артефакта Палантир Что? Зорг Ящер Маракаш Жолепи И маг Кразус Для его получения Необходимо найти Необычные деревца Получить квест на Элоне И провести ритуал Элона Ритуал деревца Элона Большой остров Четвертый Кажется Наконец-то Закончились 30 дней Репрессии Вик Свобода Сейчас Сейчас Так же Улетишь Так Короче Тренировочный меч Ставим Что я хотел А вот Собственно Великий стратег Проводишь 10 боев Без поражения Получаешь бонус К лидерству Эти вот стартовые бонусы Особенно для мага Очень-очень ощутимы Убита вражеских героев Ярость в начале сражения Опыт Дракончика Надо убить дракона Опыт в бою Сундуки Выкапываем Интеллект Что там? Орков мочить 5 отрядов орков Огненная стрела Гейзер Молния Секира Ну, директ С пылы Будем использовать Получим дополнительно ману Ярость у нас Модифицируется в крит Сопротивление уроном Это Заклинание Защитного типа Бонус к интеллекту Собираем Собрано в сумке Кристаллов Ааа Да, собираем Кристаллы маги А, еще есть Боевая алхимия Для боевого мага Важная штука Потому что Часть урона Наносится Периодикой Ну, горение Отравление В данном случае То есть Надо зажигать Так, подбираем щит Щит же где-то здесь Нет, видимо Обманули Так, игра на результат Я не буду заморачиваться Потому что Не умею играть Надо Второе, третье, пятое, десятое Прохождение Большинство нововведений Позволяют внести Соревновательный элемент В игру Сравнивать результаты Разречных игроков Предлагается по итоговым очкам Формула подсчет очков Поменялась по сравнению С оригиналом Рекорд Пятьсот Сложность Туревин героя Боссы Выполненные задания Потери Сложность Дни игры Количество Проигранных сражений Проигранных сражений Проявление милосердия К убегающим противникам Приносит опытов Полтора раза Больше, чем битва Но лишь Половина Награбленного золота Понял Полтора раза Больше опыта Но меньше По золоту Ага Нашла таки Молодец Двигаешься ты так Словно Кое-чему Тебя действительно учили Тем лучше Тебя уже ждет Наставник Руфус В следующей комнате Он будет учить тебя Боевому искусству И не забудь Перед битвой Взять в руки Щит и меч Так 60 турнирных героев Участие в турнирах Необязательное Для прохождения игры Но победитель Противника 60 уровня Получает Плюс 30 очков К рекорду Для победы Над ним Нужно биться Много раз А можно всего Один раз Достигнув 60 уровня За победу В каждом турнирном бою Герой получает Награду 1-3 очка К рекорду И специальные Турнирные камни В обычных битвах Эти камни Бесполезны Но так как Турниры проводятся По игровым правилам То камнем Отводится Значительная роль Вообще Незнакомая Механика Для меня Перед битвой Игрок Выставляет Свой набор Камней В зависимости От их комбинации Ага Либо усиливает Своё войско Либо ослабляет Войска противника Чем больше камней Собирает участник Тем легче Будет играть Битва На более высоких уровнях На каждом уровне Игрока Может быть Только один Турнирный бой 60 боев Максимум Жесть Так Защиту Надо посмотреть Еще что У паука И у пирата Паучок Довольно Плотненький 160 Сбалансированный По атаке По защите 140 лидерства Обливает Всех окружающих Ядом 10-20 урона Больше чем стандарт И 90% Отравления Причем КД только есть Бесконечная хрень Кокон Набрасывает Паутину На отряд врага 1-4 уровня Хороший диапазон Цель пропускает Два хода А умение Против отряда Противника Не превосходящих По лидерству Отряд пауков Больше чем Видите здесь Есть ошибки Но видимо Это из-за того Что это мод Писали уже не Короче если лидерство Не превышает В 3 раза Мы можем почти Полностью Контролить Одним пауком Какую-то опасную Цель Большую Ну Не пятого уровня Но вот 1-4 Это хороший разброс У него еще Аффикс есть Проклятый Атакой врага С вероятностью С 50% Проклинает его Я не знаю Что здесь Делает проклятие То есть Может минимальный Урон наносит Ага Еще отравление С руки На 3 хода 90% Хорошего паука Пират-призрак Ёшки-матрешки Тут столько всего Кладоискатель Какой-то 6-8 Астральный урон Может отыскивать Клады Если на арене Нет сокровищ Что выкапывает Один сундук Забирает себе 5% золота Получаемого За бой При сражении На море Повышается Проклятие В оригинале Ничего не делает Просто висит Как дебаф Любой дебаф Снижает мораль Гуф говорит Чамандра Донат от жены Ее мечта сбылась Три года ждала Этой игры Спасибо за классный стрим Ох Я еще не решил Что засяду за нее Ну жене в любом случае Привет Большой Но мне пока Нравится Я еще для себя Kings Bounty Не открывал На стримах И не читал Так текст Так что здесь будут И дикие бои Учитывая сложности Мод И еще много Много текста Так Уязвимы Призраки очень слабы Против огненных созданий Тех кто владеет магией 30% Огненному и магическому урону Злопамятный Наносит двойной урон Всем пиратам А также мечникам И гвардейцам Это интересно Яд стандартно Фантом Половина от физических атак Очень хороший аффикс Для танкования Испытание удачи Атакует врага Одновременно Пытаясь его обокрасть Производит удар Сразу по трем клеткам Нанося 5-8 астрального урона По каждой цели С вероятностью 50% Наносит лишь 10 урона От возможного И получает золото В размере 50% От полученного урона А цель Я понял То есть Зависит от того Насколько Сильно ты ударишь Получается Но 50 на 50 В результате По каждой цели По каждой цели Перезарядка Каждые два хода Класс Так Кристалл магии Сразу собираем Такие вещи Надо чекать Постоянно Говорим Наставник Руфус Так-так А у нас И впрямь не совсем Обычный ученик Как я погляжу Ну что же В нашей гильдии Все равны Мужчины Женщины Толстые Худые Прекрасные эльфы И вонючие Твари Орки Итак Чтобы намять Кому-нибудь Бока Тебе понадобится Отряд верных Войнов Да-да Ты не ослышалась Надеюсь Ты не собираешься Лезть на врага В одиночку Посмотри-ка В дальний угол Вон там Из стола Думаю Эти ребята Не откажутся тебе Помочь Подойди к ним Зачем? Судя по их Скучающему виду И пойти с радостью Там паладинов Сразу выдают Пять штук С радостью Согласятся Присоединиться К тебе Возьми их В свой отряд Тогда можешь Переходить К следующему этапу Обучения Наставник Гард Уже ждет тебя Хорошо Я сделаю это Сделка с Фридриком Если вы До того Как ваш герой Достигнет Седьмого уровня Тоже не было В оригинале Судя по всему Победите Некромантов В заброшенном Замке на Дебире Первого острова Да То при разговоре С Фридриком Вы получите награду А кроме того Сможете заключить Сделку Суть сделки Вы отдаете Какое-то количество Золота Заработанного В битвах А в завем Сразу получаете Прибавку к рекорду Ааа Еще дополнительное Усложнение Короче Для тех Кто хочет Турнирной таблице Повыше быть Всего 5 вариантов Сделки От минус 10 До минус 50 Например Минус 30 золота В битве 40 очков к рекорду Штраф 50 процентов К золоту Это дичь Конечно То есть Ты Не должен Вообще Никого терять По-хорошему Я точно Буду фейлить Потому что Опыта у меня Нет никакого Здесь Сделка полезна тем Что на перечисленные Средства Фредерик восстановит Заброшенный замок Посетите Дебир Когда соберете Половину камней И загляните В магазины Для восстановления Замка Черт Может Попробуем До седьмого Взять Так А кто у нас Минимальный По плотности Лучники Будут в первую очередь Страдать Остальные Так Давайте Аааа Пиратские титулы Об этом тоже читали Сегодня Введена система Пиратских титулов Столько всего Нагорожено в моде Титулы выдаются При накоплении Определенного количества Плюгинов Есть 5 Добытчиков Плюгинов Пират Морской волк Пират призрак Разбойник Мародер Если их атака Заканчивается Гибелью Отряда противника То на его месте Добытчик находит Один Плюгин Если еще одна Возможность Есть еще одна Возможность Получить Плюгин Их может найти Дракончик Откапывая сундук Есть ограничения За один бой Не больше 5 Титул дает Накопительные бонусы Читали Там местами Местами очень хорошие Физрон Атаки Инициатива Что-то еще Золото Может быть Тем более Пираты у нас Кажется будут Ооо Тут мораль подросла А это сделали Видимо специально Чтобы я смог Лидерство 2200 Оооо Так а можно Закупиться Поехали 5 паладинов Так Регата Счастливчиков Так По окончании Квеста Самый достойный Пират На Вероне Амели Повстречает Повстречает Мирабеллу С разговора С Мирабеллой Сразу стартует Время 30 минут За которое Нужно собрать Как можно Больше Сундуков Их Охраняю 4 охранника На кораблях Короче Верона Верона Да Кажется Вот эти вот Все дополнительные Квесты Они не отображаются В журнале заданий Верона Самый доступный Самый достойный Пират Доступный Самый Достойный Я понимаю Что вы мне будете Помогать Чтоб я не забыл Мирабелла 30 минут Собрать сундуки Независимо От количества Собранного Амели Может обменять Плюги На новый Скоростной Корабль То есть Надо будет За Пиратами Погоняться Сундуки Потырить Окей Сейчас я На всякий случай Пробегусь Еще немножко Золотишко Тебе это будет Сложно делать Ладно Не спалери Пинксим Разумеется У нас ведь не гильдия Наемников Победу одерживают Не воины-одиночки Победу одерживает Армия Разумеется Под руководством Умелого командира В разговорчике Прекратить Кажется в зал Проникла шайка Разбойников Сбежавших Из тюрьмы гильдии И Разбираться С ними Придется Именно тебе А я посмотрю Чего ты стоишь В деле Окей Вообще Секундочку Паузу Сделаем Секундочку Сделаю Стоп Старт Я делал Локальную Запись Так что Ничего страшного Так Поехали Новый босс Новый босс Это золотой смауг На карте Его искать не надо Он прилетает На запах золота Сам Как только Вы накопите Два миллиона Золота Он тут же Явится Битва необычная Против вас Будет играть Ваш собственный Дракончик От битвы Можно Откупиться За миллион После победы Над смаугом Он оставит Вас покоя Если вы Откупитесь Он прилетит Снова Когда у вас Накупится Два миллиона Выбрав битву Вы все равно Лишитесь Двух миллионов Золота Но победа Над боссом Принесет вам Слиток На ту же сумму Эликсир Совершенства Гард Мендель Стал Изобретателем Эликсира Совершенства Наделяет Любые Выбранные Вами Войска Новыми Способностями Всего Пять Видов Модификаций У меня уже Кругом Неуловимый Отряд Получает Свойство Безответного Удара Повышение Инициативы На два Перебор Клеровал Здесь просто Представь мод Делали долго Версия 1.8 Тут Прям Чувствуется Что Бэкграунд Есть хороший Мы не все Будем выполнять Естественно Нам И возраст У нас не тот Чтобы Все воспринимать Впитывать Нистовый Отвечать на себя Так Парализующий Обездвиживать Скороход 5 скорости Повторный удар При уничтожении Противника И бронебой На 50 к здоровью И 50 к защите При обороне Окей Так И в 5 поехали Равный по силе Желательно бои проводить Без Так Система игровой случайности При которой враг Каждый раз повторял Свои действия Если игрок повторял Свои Заменена на систему Реальные случайности Теперь при повторе Битвы После загрузки Враги будут действовать Иначе Это тоже Очень классная тема Чтобы Не обузить Не забыли Нажать кноп Кваль Забыл Ой Сразу Оковы У нас Что это еще Ужас Не ужас Подожди Проклятие Мораль снижается Магический замок Умение блокированный Так У нас тут Два некроманта Чему будет Кастовать Дракончик Кукует Подождите Я же не мог Выбрать Никакую школу Правильно Интересно Я могу тратить Заклинания Сейчас Свободно Кажется Свитки Я не могу Тратить Ладно Хорошо Что у нас Три разных Паука Огненный Паук 4-5-30 Пещерный Паук Самый слабенький По центру Это тоже Слабенький Ядовитый Паук От некрасов Боя Избавиться Конечно 140 хитов Что В бой Пока Через Уэйд Влетать Или не Влетать А грабь Просто грабь Михаил Природный Зов Опачки А вот это Уже Можно 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 Вызвать Просто Чтобы Чтобы Издает Ужасный Вой Пугающий Ледей Эльфов И гномов Нам не Подходит А поехали Еще Золотишко Отравление Лезем И при этом И при этом При всем Не попасть Под Под удар Так Сокрушающий У нас будет 90-100 Это дракончик Урон Даже шо Тут не будет С одного раза Лезть Пока Не лезем Не можем Не лезть И волк У меня Агру Не снял Да Два Два Дополнительные Я даже Не добегу Возможно И не стоит Добегать Блин Два Три Он Убьет Сразу Одного Человека У меня Этот Наиболее Опасный Да Ладно Хрен с тобой Пошла Аркада Инициатива Четверка Инициатива Шестерка Ох Сейчас прилетит 30 хитов За милую душу Снимет Палом Ход бы Отдал Да Да Понеслась Блайн на Титанов Так А мы же могли Спокойно Спокойно Закинуть У него сеточку Но это Бестолковое Событие Потому что Так Добавлены новые юниты Егерь Всадник Смерти Дроид Командор Леденец Викинг Север Берсеркер Север Йотун Северная Воительница Адский Жеребец Вемпереса Гаргулим Наездница На драконах Изменены Мертвый Паук Стался Четом Четвертого Уровня Чертный Единорог Белый Единорог Фея Дриады Шахтеры Гномы Алхимики Древние Медведи Чумные Монахи Чумные Зомби Монахи Инквизитор Руны Чародеи Гаргуаны Вербовку Вожди Оргов Орков И гоблин Шаманов Дает то же Количество Уиндетов Но теперь В начале Боя Это упрощает Использование Ага Демонолог Демонолог Также стал Обладать Вербовкой Импов Появились Юниты Доступные Только через Тренировку В воинских Академиях Усиленный Лучник Взрослый Гобот Сейчас будут Первые потери Я чувствую Да Сразу Пираты Простреливают И ужас На нем Но это Беда Это просто Беда Сокрушающим Я вряд ли Откину Этого Паука Но если Я сейчас Этого Не сделаю То Он Проатакует И Получилось Давайте Еще разок Природный Зов Я попробую К некромантам Добежать Ториум Привет Тут Кстати Хейст Будет У огненного Дракончика Он может Он может Хорошо Ворваться Призванный Отряд Так Ну Здесь Я бегу Вперед Волчок Подтупливает А Демонологи Уже Некромант Уже Походили Да И я Им не смогу Мешать Использовать Способности Хотя Лучше Все равно Блочить Чтобы Они Не стреляли Не убивали Пираты Назад Ответить На удар Ну Блочим Наверное Вот так Сверху Только через Хейст Потому что Я не достаю Кажись С ударом На эту клетку Двойку Заблочили Наверху Крит Выпал Отлично Хорошо Держится Дальше Будем ли мы Лезть На верхних Паучков Добегает Можно через Уэйт Чтобы только Этот Добежал Этот Не пройдет Правильно Не пройдет Вейт Волка Бьет Ага Так Подходим И попробуем Кому-нибудь А мы Этим Тоже Можем Ход Дать Ну Паладины Здесь Самый Жесткий Конечно Я бы избавился От всех Остальных Нельзя Подходить Короче Забить Не получится Не получится И пробивать Тоже опасно 24 15 20 Вообще Легко Хоть там физ урон Но фантом Не должен Ладно Попробуем Рискуем Аааа Там еще Есть Второе Дыхание Может Увести Пока Не поздно Призрака Тоже Хренас 2 Знаете Второе Дыхание Потому что Я и так Дохожу До Ааа Он не требует Вообще Перемещение Надо валить Было Призраками Отсюда Крит не прошел Второй раз Отступает И Так Что делать Во первых У нас есть ярость Мы можем еще раз Заклизнуть Дракончика Надо сейчас Скорее всего Завязать Нижнего Товарища Вот так Вот Чтобы просто Он не пострелял Ни по этому Ни по этому Но этот паук Будет действовать Быстрее Чем Или нет 4-4 Инициатива Так же Может Инициативу Боевым кличем Повысить Тогда мы Она массовая Тогда я смогу Увести Здесь пока 2 Самона Держит Некроманта Этот Будет еще Подсеткой Текущий Ход Получается Да Я думаю Кого Дракончиком Бахать Может И не стоит Но этих Точно не стоит Пока трогать Верхнего Можно было бы Но до него Не достаем Этот пока Не мешает Нет Давай лучше По По паучку Все равно Мы сейчас Нейтрализуем Типа Этого Надо попробовать Наверное Билку Хотя у них По яду Есть просто Деф Здесь просто Деф Здесь Валим Назад Здесь Вайт потери потери что я не подумал у зомбаря же вообще 2 двоечки инициативу ни черта не умеет да вот бои без потерь это такое так давай ладно этого какой там урон будет 10 20 урона вероятность отравли отравить можно чисто чтобы сплэшем задеть я понимаю что урон будет маленький а и по своим тоже работает ой 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 так давайте-ка паучка еще дальше просто наверно уэйт пока что паучок у нас держится тогда но уже как бы челлендж не выполнен потому что зомбаря 1 я потерял если станет скучно из мост которому те есть только одна школа магии с лечением свитков на всю игру это вроде здесь здесь тоже одна школа доступна только нет нет так давайте пробьем этого упыря можно потихонечку думать над тем чтобы грабить и выкапывать сундучки ну потому что здесь уже все понятно что справились а кладоискатель первую нас правда как достать соседа не вы что у нас нормальные игры брошенный парень я сделал стоп старт не под не помогло отписал специалисту пока не помогло поэтому напоминаю что есть в если это спортивно туда иначе я нупы жду банок это спортивный то есть ты врываешься как бы и сразу рассказываешь ах короче да забаньте 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 поехали так да надо надо да не за что обращайся надо паука спасать у меня уже проблемы со здоровьем общаться то оттуда всех надо выводить оставляй только паладин и все давай так надо было сначала кстати дракончиком еще пару ударов сделать а потом уже только выкапывать для меня может достать только вот этот гад поэтому по побежали он паладин и справиться можно сюда в принципе с паладинами только ходить и все и надо было так сделать чтобы быть много своих плодов учитывая то количество ошибок которые допускают за энэджи привет потеря вроде как имеется ввиду по отряд потери ни одного чувака из отряда нет нет ты не прав зомбаря потеряли все ну ладно буду умнее надеюсь так далее еще артефакт какой-то дополнен дополнена схема тренировки юнитов в воинских академиях обучать стало выгодно в раньше вообще не пользовался этим советом использует возможность для получения юнитов которые по каким-то причинам отсутствуют в найме он без потери ноль боев так 2 защиты минус 1 единичка атаки неплохо должен признать весьма неплохо надеюсь ты понимаешь что хорошие наемники большая редкость их услуги стоят не дешево так что учись ценить жизни своих воинов в будущем тебе это пригодится дальше тебя ждет обучение основам магии только сперва отдышись успокойся занятие магии требует спокойствие и сосредоточенности а ты только-только после боя чувствуешь как бурлит твоя кровь эта ярость битвы бушует в себе требую еще и еще крови очень полезное для воина качество ну ярость полная да ярость помогает тебе и твоим бойцам в бою спасибо за науку наставник в игре появилось около 10 новых квестов и скрытых возможностей которых надо рассказать поподробнее на монтера после завершения квеста рычажных шестерен загляните еще раз на склад готовой продукции домик рода копа для получения двух дополнительных заданий в одном из заданий вы отыщите ящик помните помимо квеста он должен понадобиться он может понадобиться одному из новых компаньонов кроме того ящик поможет производить на фабриках дроидов новую продукцию монтера дроиды этого же в игре потом не 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 сыскать на илоне или на умкассе или умкассе появляется маленькое деревце если его найдете возьмите с собой разузнайте подробности у жителей илоны над над экране найдите валькирию помогите ей валькирию вы получите доступ к найму наездницы на драконах на дебире самое важное это победить некроманта и заключить сделку с фиридриком но еще одна интересная возможность получить бочку с косяком пираний дебир это наш базовый остров кость пираний разводит или ловит один из первых нпс с квестом но я не получал бочку с косяком пираний может он по диалогам как-то можно не выйти на ржавом якоре обязательно купить артефакт замок гремлинов он значительно облегчит вам жизнь замок ржавый не встречал его тоже раньше ржавый якорь гремлины так столько всего конечно в моде сию да я видел про батл бразерс пока пока нет сейчас сейчас уже на приветствую тебя дитя меня зовут орион я один из жрецов храма надежды в следующем зале ты будешь обучаться боевой магии магическая энергия пронизывает все сущее на мире тианы особая система слов и жестов позволяет использовать эту силу и творить настоящие чудеса этому тебя и научит наставник мореус я же могу ответить на твои вопросы по теории магии вижу магическая книга у тебя есть так что с волшебством ты сталкивалась явно сталкиваешься не впервые так можно ли приобрести свитки денег все равно нет природный зов боевой клич миролюбие ангел мститель что даст изучение школ заклинание расшифровывать расписывать из свитков но это базовые вещи книги магическая книга изготавливается из особых материалов изочаровывается так чтобы можно было использовать для хранения свитков заклинаний понятно это базовый не хотелось бы отпускать тебя в руки мореуса неподготовленный наставник он суровый спуску никому не даст походи по библиотеке посмотри здесь было несколько свитков заклинаниями возьми их я уверен что они тебе понадобятся в случае чего просто сможешь продать их в любое время точность природный зов балансил беззащитность сейчас секундочку друзья так я с вами сегодня ё-моё заклинание по школам магии магия порядка точность зов баланс сил беззащитность рассеивание ускорение раньше выскажи мне кажется было ангел мститель благословение разбудить дракона секира источник боевой клич прилив убийцы шипы миролюбие но большинство из них я знаю ну базово что они делают замедление каменные адреналин только для орков вроде берсеркер какие-то энергетики ну будем разбираться хаос уже выбрали школу так что назад дороги нет в описании на 1.8 написано что максимальной сложности доступно только 30 хранений учитывая нет там ты в диалоге мог выбрать что тебе дают грамоту на 30 хранений и они с обратным отчетом то есть я вроде уже выбрал что без ограничения на количество сохранений потому что я тогда умру сто процентов умру вот но внимательнее внимательнее что опа что не пропустил урона магии вот не хватает я бы школу сразу искажения записал точно тут не пропустил ничего наставник Мориус меня зовут Мориус я обучаю молодых послушников боевой магии я вижу книга магии у тебя есть и не пустая так что думаю мы сможем сразу приступить к обучению сейчас я призову небольшой отряд медведей или волков а вот этот пыльный свиток из тайных архивов зверушки они мирные но злобные как раз годятся для того чтобы оттачивать на них боковые заклинания абра-жабра тролямбу глазямбру плюх упс по моему этот свиток не про медведей ты не помнишь что я там наговорил надеюсь ты справишься ну а мне пора когда пользуешься атакующей магией советую учитывать особенность врага и стихии заклинаний это очень тебе поможет ой какие глазки да определенно мне пора похоже это был мой первый последний урок в этой школе выходит из зала ага выход из зала откроется когда он не успевает и говорить это это в воздухе подождите подождите мне нет магии никакой харадрический господи куб появился артефакт харадрический куб куб создает из двух магических свиток новый свиток некоторые новые свитки содержат новые заклинания и возможности поэтому правильное использование куба может значительно усилить вашу армию куб находится на безымянном для его получения нужно поговорить со статуей воина помню кажется ее которую вы соберете в одном из квестов рецептура смешивания заклинаний известно домой из облетателей острова кроме свитков куб позволяет использует один пузырек универсального зелья ага получается при апгрейде ярости и маны ага куб создает из двух магических свиток новый свиток ё-моё противник немного сильнее приехали так есть три заклинания доступные только при получении дополнительного навыка в древе развития гизма он кажется был в оригинальной игре появляется автономный боевой спутник который скрывает союзников от глаз я кажется лечил или атаковал перезаряжает атаки телепортирует возврат времени точно было заклинание имбовое возвращает все отряды героя и его противника к состоянию начала пошлого раунда элементаль любая клетка элементаль приковывает внимание противника к себе типа таунда сразу характеристики зависит от размера от параметров атаки защиты интеллекта вашего героя а чё так много тут тролль на 800 хп злобоглаз с чармом и звероглаз ааааа так аааа что у нас по а чём он там бьёт магический урон просто стреляет парит усыпляющий луч вот оно что без штрафов подземный так этот товарищ скорость у него низкая хорошо так ладно ярость просела немножко к сожалению не хочу тратить свитки если честно потому что мне прописывать в магии искажения ту же самую ловушку очень ходовая штука ставит наступает теряет ход ещё урон получает да ладно у нас всё равно здесь без потерь не получится в этом бою да 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 понеслась тут не надо было брать просто с собой никого кроме кроме паладинов и видимо с магией пытаться 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 соберём надо от короче мимо тролля остальными так только через характерический куб прозрение запас маны ярость а это видимо те свитки которые мы можем делать да призывает призывает в армию инфернального дракона ё-моё как обычного еда посадник богов ну мы дойдём до характерического надеюсь когда-нибудь лечение воскресения только через него дааааааааааааа вот это конечно да почему не потратил ярость непонятно ход пропустил просто дурачок ё-моё а это интересно дело ангел мститель потому что мне не хватает урона просто халява с ангелом хватит неправильно сделал можно было попробовать пограбить его давай-ка на него а хотя нет он же не будет работать точно улетаем стиме сейчас кидон дикий на кинз баунте до 80 процентов сказали сейчас на ангеле мстители а где а вот спасибо тушь я думал испортили они 780 хп 5 уровня и так-то хватит урона даже сам заковыряют он да и ярость есть в конце концов а сначала кладоискателя посмотрим что выводит баланс сил не помню что дает уродновешивает боевой азарт орков разделяя часть их адреналина на все отряды героя противника у нас специализация по андедам скорее всего не зайдут нам просто этим крит да справимся ну что всем отвечает нет а что за аффиксы злорадный когда-то таки погибает отряд роли радуется получать 5 атаки понятно уже 60 у него шкура тролля на свету каменеет стесняя движение давай дополнительную защиту и днем утром сопротивляемость обычному огненному урону удваивается ночью вечером в подземельях может и генерировать двигаться я чувствую попал просто просто попал вообще денег не дали какой урон столько и денег там youtube открылся я в курсе смотрите если у вас проблемы с гг на твиче как резервный потому что сегодня почему-то у меня youtube отваливается это ковыриваем спокойно но если не получается совсем не как мне делается локальная запись вы сможете посмотреть в записи если что ракс привет он соколик пришел а мы сделали дракона соколом я понимаю что можно подойти и тогда добьем тем более паладины в кажется мне заберут после обучения поэтому и только благодаря соколику добиваем этого тролля здраво по мистер эллиф из имба привет так самый важный момент если вы решили играть на очки то запомните обязательно правило после любой победы при повышении уровня героя или дракончика игровое время не останавливается поэтому после боя быстро выберите повышалки нажмите паузу потом наслаждайтесь достижение достижениями проведенной битвы таким образом вы существенно меньше но я не буду и я не умею хардкорная игра без загрузок если вы захотите заработать на 150 очков больше поговорите с шевариусом на старте игры в режиме без загрузок игрок получит право всего на 30 загрузок в течение всего прохождения что получить бонусные очки поговорить обучение завершено класс но я нет я не готов задание выполнено вы прошли курс начальной подготовки разумеется вы узнали лишь малую часть доступных возможностей это значит что перед вами лежит огромный неизученный мир и множество нераскрытых тайн и загадок далее level up далее рун силы духа и магии и лидерство в насадку так первое что нужно сделать это прописать магию искажения скорее всего раз но у нас при этом остается еще что-то что ценного есть силу наверно в самую последнюю очередь хотя вот единичку на разведку можно вкинуть просто для того чтобы смотреть состав армии врага и плюс тот интеллект это в тему и возможно потом подкапливать на а на золото но не факт дорого 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 посвящение тренировать служителей тьмы обучая новых боевым возможностям демонологов надо еще найти ладно давайте сначала может про про поплавать по косточку много было текста давайте на лодочку пособираем что плохо лежит потом сюда вернемся за квестами чтобы можно было уже сразу воевать так как там пауза наставится тогда музыка очень хорошая у врагов пишется относительно вашей армии прогноз непобедимый лучше не соваться смертоносный это кажется второй очень сильные потом сильные равны по силе но такие градации идут вот собираем лидерство собрали золото надо квест еще взять у этого товарища сразу же этого спровоцируем давай чего ты пес там я вижу лежит наверху еще заклинание но я не успеваю на него тысяча импов леди вы так незаметно подкрались я уж думал что это стражники ваш собеседник резко умолк и обеспокоена уставился на что-то за вашей спиной простите вы не из дворца сейчас слыхали последние новости о поисках шпиона в городе все так же полно стражей или шумиха уже улеглась и я ничего не знаю об этом ну тогда моя молодая леди нам и не о чем говорить у меня много важных дел до свидания но извините не буду вам мешать подозрительный тип какой контроль да да мне кажется что бочонок с пираньями это вот от этого квеста день добрый прекрасная принцесса что может быть сделать для вас старик такеши такеши может хотите кофейку или секретное задание давайте мне секретное задание извините старика молодая леди откуда у меня секретные задания то хотел пошутить по глупости своей так чем я могу помочь а что за странная рыба в твоей сети попалась да странная я рыбачу с соколом уже без малого 30 лет а впервые такую рыбу вижу меня с нею на рынок не пускают требует разрешение какие-то бумаги что рыба не ядовитые в пищу пригодная мясо нежное вкусное я сам уже две рыбины съел нормально живот не боли правда пить сильно хочется и в глазах темновато как-то ходите попробовать кусочек нет что совсем не хочется может быть я помогу тебе с разрешением чтобы получить разрешение на торговлю этой рыбой нужно отнести пару штуку в университет что тут неподалеку ученые изучат рыбину и напишут специальную бумагу можно ли есть не ядовит или она можете сходить в университет сам я признаться рабеев неюта мне среди ученых людей сразу потеть и заикаться начинаю я вам заплачу 770 монет опыт золотая рыбка давайте о держите осторожно не уроните ее нужно живой донести до университета там вы подождите немного пока бумаги не будут готовы а как вернетесь с нужными документами я вам заплачу хорошо хорошо будут эти бумаги если твою рыбу и прям можно пищу употреблять давайте сразу этот квест выполним с вами до бюрократия здесь это хорошо что не германия тут одной бумажками должны отделаться королевский университет заходите не бойтесь в стенах нашего университета вы не должны никого опасаться меня зовут лестер я ректор этого чудесного и несомненно научного заведения а как вас зовут уверен что раньше вас не видел у меня великолепная память на имена и лица меня зовут эмили а так что же вы ищете в нашем университете эмили я могу вам честно помочь так мне нужно разрешение на продажу рыбы хоп сразу торговая лицензия а почему вы пришли именно к нам мы занимаемся чудесными научными изысканиями к какой из этих областей относится ваша рыба рыбаки говорят что это не совсем обычная рыба возможно она не съедобна новый вид неизвестный ранее замечательно да сначала нужно ее изучить всесторонне и провести массу сложных исследований прежде чем разрешить продажу ведь она может оказаться смертельно ядовитой надеюсь вы принесли с собой образец для изучения да вот возьмите надо же действительно интересная разновидность диаболус маринос диаболус маринос подождите пока я сделаю предварительный анализ лестер вышел примерно через полчаса он вернулся уже без рыбы но с парой документов в руках возьмите эта рыба совершенно безопасна вот все нужные документы и разрешение на продажу а вот образцы останутся у нас для для более тщательного изучения спасибо я пойду так в последнее время не произвели еще удивительного удивительное ну например прямо на дворцовой площади неизвестно откуда объявилась одна весьма любопытная особа и назвалась дитя пророчества не встречали ее а? ну а если серьезно то в последнее время многое происходит такое ощущение что грядут большие перемены и потрясения взять хотя бы эту башню какую еще башню? да вон на восток посмотрите вон она прям над водой висит башня эта появилась в начале весны ниоткуда еще вечером ее не было лишь безмятежная морская гладь а утром бац стоит родимая точнее висит а уж плиты под нее мы сами подвели чтобы изучать проще было а что внутри? не знаю еще никому не удавалось в нее проникнуть ни по воде ни по воздуху ни даже под водой мы уже и магией эти стены пробить пробовали и стенобитыми орудиями ничего ее не берет а двери? дверь вы пробовали просто войти? три мы бы непременно попробовали но у башни нет дверей а через окна мы уже пытались в нее попасть бесполезно правда есть еще портал но его мы всячески изучили он неактивен есть мнение что он заработает когда будут выполнены какие-то условия или когда того пожелает хозяин башни. И у вас совсем никаких догадок на этот счет? Оооо, из этих догадок можно было составить книгу в три тома. Но большая часть магической коллеги склоняется к двум версиям. Первая гласит, что это просто иллюзия. Ничто вроде древнего памятника, только нематериального. Вторая же теория называет башню ничем иным, как исчезнувшей много веков назад башней семи волшебников. Она стояла на том же самом месте семь сотен лет назад, но исчезла, когда началась война чародеев. Спасибо, было очень интересно с вами поговорить. Так, что еще? Дело в том, что я подыскиваю работу. Может есть что-нибудь? Конечно! Вы появились весьма кстати, Амели. Дело в том, что недавно волнами на берег выбросило ужасное создание, которое наши специалисты назвали монстром из бездны. Чудовище оказалось живым и весьма прожорливым. Всех, кто пытался изучить его сжирало на месте. Несмотря на высокий интерес к такому виду животных, среди наших коллег так больше продолжаться не может. Это создание нужно уничтожить как можно быстрее. Естественно, за хорошее вознаграждение. Хорошо, берусь, изи. Так, и продажа. 110 тысяч! 500 лидерства. 110 тысяч! Я сейчас собираю там 400, 700. Копейки не считаем. Ух ты, бронька-то на троечку. Колечко на ману. А по магии что? Тут, во-первых, чародей, руный. Но мы смотрим на андеду, в первую очередь, конечно, инквизиторы. Рассеивание боевых клич. У нас... О, еще свитки, ангел, хранитель, который воскрешает отряды после боя. Может помочь? Ну, хотя на одно сражение очень дорогое. Какой класс выбрал? Выбрали пацаны из чатика. Мы играем за мага, специализация в моде некроманты, ну, нежить имеется в виду. И школа искажений. Ё-моё. Так, тут с орком поговорим. Урлых приплыл на большую лодку. Урлых приплыл искать помощь, но никто не хочет помогать Старморку. Какая помощь тебе нужна? Урлых печален, потому что скоро все-все умрет. Хорошее начало, продолжай. Ее зовут Хапуга. Рыжая Хапуга. Первая женщина-вождь, которая есть у орков. Смелая, сильная, больно дерется и много ест, как настоящий вождь. Но, как и всякая женщина, сейчас начнется, Хапуга добрая и глупая. Всем женам, дочерям привет, большой, здрасте. И это не я. Так, начнем. Так, ну и, как и всякая женщина, мы на этом остановились, Хапуга добрая и глупая. Это, видимо, у орков такая специфика. Разжигай, дочеря, кстати. Значит, когда вождь Учкук собрал самых сильных воинов и самых мудрых шаманов в военный поход, добрая Хапуга решила остановить войну. Она заставила Бабуру читать древние узелки, которыми шаманы орков пишут мудрые слова. Урлых не знает, что такое сказали узелки Хапуги, но женщина-вождь собрала армию и покинула Дерсу. Подожди, ты же говорила о какой-то беде. Когда Хапуга уплыла со своими воинами, ко мне пришла Бабура или Бабура. Ей было сильно-сильно страшно. Бабура сказала, что если не остановить Хапугу, то будет очень-очень плохо, и все умрут. Бабура сказала мне, плыви к людям и жди там доброго человека. Специально сказала людям, который поможет остановить безумную женщину. Я приплюл сюда. Десять дней тут стоять и под дождь мокнуть. Урлых плохо есть, мало спать. Урлых уже домой хотеть. Так, хорошо. Я и есть тот добрый человек, который тебе поможет. Что нужно сделать? Нужно на остров Дерсу плыть и с Бабурой говорить. А она скажет, что дальше. Все воины ушли вместе с вождем Учкуком, но Хапуга позвала с собой охотников. Она отыскала в туманных горах изгнанников, гоблинских шаманов и позвала их с собой. Это большая сила. Ты должна быть готова больно драться с ними. Поэтому я отдам тебе воинов. Хорошо, давай какие. Орковские воины, которые по классу не нужны. Но есть, кстати, каменная кожа. Копейки стоит. Магия искажения. Это мой свиток. Я, пожалуй, его возьму. Орковские воины. Все мимо. Соколик должен помогать оркам. Поможем оркам. Всем поможем, кому сможем. Может сейчас за магом. Так, раз. Опачки. 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 О, большой. Нифига себе это щит. Плюс две защиты, кажется. Две защиты, одна атака. Какая халява. Пингсим, ты видишь это? Ой, карта перехода на другую. Поплыли, короче. Все, подкручены, друзья. Подкручены. Михаил, приветствую. Чатик. Прекраснейшая игра. Ой, отнявший. Стек. Отнявший немало количества времени. Замечательный. Спасибо большое, да. Я еще халяву не видел. Ааа. Я думал, мне повезло. Так, ну что, плаваем весь стрим, да. Рад вас видеть, Амелия. Вы уже были в университете. Ну, что, годится моя рыба в пищу. Да, все нужные бумаги мне дали. Держи, вот только рыбу твою профессура себе оставила. Очень уж она их заинтересовала. Вот, спасибо. Теперь это дело у меня пойдет на лад. Я этой рыбы наловил. Столько, что до конца сезона торговать хватит. И вы тоже ко мне заглядывайте. За рыбкой-то. Хочу рыбу купить, покажи улов. Морской дьявол. Сражение на море повышенной мораль. Огненный урон. Ночное зрение. Мне еще же нужно ночью сражаться на кладбищах. Страх рыба. Так, давай-ка, может, завернем. Тут как, можно пройти за спиной? Ой, нельзя. Можно подмансить. Ладно, хрен с тобой. У меня вторая карта уже есть. Чем-то похоже, кстати, на первый в этом плане Kings... Еще одна карта! Что? Что? Вы понимаете? Все, короче, сразу. К черту первый остров, но я на Болу лечу. Да, только тут мансить надо. Мне казалось, здесь... Да. Оп, и тут уже золото по боли будет. Непобедимые враги. Нет, 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 нет. Какой быстрый злобоглаз. Так, вот, раздите. Хорошо, что у меня нет ограничений по загрузкам. Давайте попробуем по... Так, влево уходим, да? Там у нас механизмы продаются. Так, конечно, это потому что я гном Лин Торвальд. Для меня титулы не имеют никакого значения. Это нормальная механика, ребят, нормальная. Все, две карты стырили, поплыли дальше. Сразу за лидерством, за золотом, чтобы потом вернуться на первый остров. И... Показать, кто тут батя. В любом разумном существе я ценю ум, образованность, умение приносить обществу пользу. Так, расскажи о себе на продажу. Что за механические создания? Это дроиды. Так мы назвали механических существ, которые охраняют древние катакомбы острова Бола. Рядом со мной ты видишь неисправных дроидов, созданных самими Дегронами, хозяевами катакомб. Гномы тоже научились создавать подобные механизмы, скопировав их с машин Дегронов. Они не столь совершенны, но вполне успешно используются для охраны фабрика, защиты шахтеров от подземных тварей. Если у меня неправильное ударение, простите, друзья, я не знаю. Дегроды. Дегро... Дегроны. Кайф. Что ты... Так, расскажи о себе. Я изобретатель и инженер, когда-то начинал с простого часовщика. Но мне хотелось большего. Поступив в инженерно-исследовательский институт, я занялся изобретением сложных механизмов. С вариативным поведением осуществил свою давнюю мечту. Создал музыкальную шкатулку с часами, которая в разное время суток играет разные мелодии. Могу чем-то помочь? Да, ты сможешь помочь научному прогрессу всей Тианы, если уничтожишь дроида, который управляет всеми остальными стражевыми машинами катакомб, координируя их действия. Ты легко узнаешь его, это самый древний Дегронский дроид. Он крупнее и быстрее остальных. И умнее. Он даже пытался с нами общаться. Его идентификатор R14 Громозека. Отсылка к Тайне Третьей Планеты. Или как мультик советский. Так, хорошо, берусь. Что на продажу? Дроиды. Вот в оригинале у этой штуки был КД, а не заряды. Такая имба была. Прожектор классная штука. Слепка тоже. Ах, прям эльфа-нубаса. Так, поехали. Заходим. И собираем все, что можно. Размера моей армии не хватит даже для того, чтобы... Вот. Но зато подрезать. Видите, кристаллы магии можно. Пособирать лидерство. Лидерство, лидерство. Кристальчики. Еще кристальчики. Слева там еще что-то есть. Двое слева врагов. Вот. Ой, сейчас может меня закрыть. Видите, как опасно. Оп. Все, отошли. Отошли. Надо паузу сжать в сложных ситуациях. Вижу громозеку дальше. Змеиные там яички собираем. Удерет стрелков, не сшав на дальность. Возможно. Так, где сундук? Экзорцизм. И лидерство. Здесь за углом враг. Непобедимый. Он 14 уровня. Я второго. Просто вот, чтобы... Так. Надо бы с той стороны еще обойти. Сейчас пособираем золото, пособираем лидерство. На старте, кажется, было 200 с небольшим. 250, когда покидал остров. И, соответственно, сейчас... Сейчас слева, слева, слева. Здесь я еще не был. Доспехи бога. Одно из самых классных, кажется, защитных. Потому что универсальный. И потому что высокий процент. Нет, сюда не стоит. Там я оставил минимум один еще кристалл магии. Проверяю клады. Я не играл, к сожалению, в этот мод. Ну, то есть, чуть-чуть, где-то... Два-три, чуть-чуть по вечерам. Вот. Оригинальную игру, да, проходил. Что ты ищешь на этом острове? Я изучаю здесь катакомбы. Слыхал о них? На Болу под землей были обнаружены следы древней исчезнущей цивилизации. Величайших ученых. Только не твоя школа. Бывает. Мы назвали их... Дегронами. Между прочим, часть важнейших открытий гномы обязаны именно наследию дегронов. Мы исследуем все, что только удастся вытащить из катакомб. Больше цивилизации. Ладно. Нет времени, до свидания. Да хочется пособирать, повоевать. Ой, не факт, что я отсюда уйду. Сложность, сложность изи, конечно же. Ой, нет, нет, нет. Что-то медведь, кажется, знает. Да ладно. Сагран, что ли, уже? Можно попробовать, конечно, с сейвами помансить. Но там 3-4 отряда впереди и слева. Наверное, имеет смысл лучше свалить отсюда. Я не уйду уже. Хотя... Ну что, уйду. Блин. Извините, друзья. Ты ничего... А, я не увидел тебя. Воу-воу-воу, полегче. Ой, там покопать можно. Тихо. Вот пес. Я вас запомнил, твари. Так, а тут весь остров от горовы. Нет, там можно еще забраться в самом начале. О, сундучки тоже плавают. Косарик золот. Вон наверху, смотрите. Вон руна. Руна магии. Хочется. Ну, сейчас пока золото лидерства надыбаем. Потом вернемся, закупимся. Надо прокачать еще разведочку, чтобы видеть состав. Блин, тут летать можно, игра моей мечты. Да, тут... Вот злобоглазые очень быстрые. А, вот. Рольф Левоход. Ха! Клянусь, бородой Одина. А ты довольно хорошенькая чужачка. Как же тебя зовут? Я с радостью возьму тебя к себе одиннадцатой женой. Зовут меня Амелий. И я с предложениями руки и сердца... И с предложениями руки и сердца ты поаккуратней. А то кто-нибудь заберет руку, сердце и голову в придачу. А-а-а... Ты уж это... Прости меня, Амелий. Язык без костей. Тяжело мне сейчас думать. Все мысли только о моей ненаглядной Эрике. Эх, Эрика, Эрика. Расскажи мне про свою жену Эрику. Есть жена у меня, любимая, Эрика. Ни дня без нее не могу. Так я женщину, то есть жену свою люблю. Да вот перед самым походом в земли дальние начала она скандал устраивать. А потом и вовсе сбежала от меня. Сбежала? Почему? Клянусь молотом, Тора, не знаю. Это же женщина. Кто поймет, что женщине в голову взбрести может? Сбежала она и поселилась в заброшенной хижине в лесу. Гордая, видите ли? Ушла, говоришь. Фамилия Левоход. Еще разок. Одиннадцатой женой. Ушла, говоришь. Я могу поговорить с ней. Никто так не поймет девушку, как другая девушка. Амелий. И клянусь последним глазом... Нет. Если ты сможешь вернуть Эрику, то я в твою честь сожгу пару деревень на материке. Конечно, среди добытых мною трофеев я подащу что-нибудь ценно для тебя в подарок. Я знаю, вы, женщины, любите подарки. Я вернусь с хорошими новостями. Квесты здесь просто изумительные. Ну, как бы... Ну что, пробуем проскочить. А попытка не пытка. А че он такой настойчивый, капец? Я уже там все наве... Как? Ну ладно, попытка номер два. Может, я где-то подтормозил? Триндец какой быстрый. О, опыт. Ловелап. Нет, нет. Надо его здесь, видимо, покружить как-то. Ну как его здесь покружить? Там еще впереди следующий. Как? А вы говорите на количество загрузок ограничений. Ребят, ну там опыт, там ловелап. Там... Давай, Миша, скачи, скачи! 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 Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о-о-о! Тут вас несколько, да? О, он отстал. Второй идет. Ну, епперес, это... А! Так, короче, знаю, что можно. Ха-ха-ха-ха! А как он отстал? Просто, если... Зависит от состава армии. Отстал? Отстал. Пристал тот? Нет, не пристал. Пристал. Отстал. Капец, как же вас много! Так, ну что? Медведь идет. Ладно, сейф. Лидерство. ну не проскочить меня слишком быстро короче надо дождаться как-то уходя от медведя я не знаю как это сделать может просто дождаться пока медведь идет не факт же что он ко мне придет правильно просто мимо проходит тесто как возвращаться будет по скилу и зяву буду возвращаться там еще лидерство подрезать бы медведь очень медленный вот можно раскатить они все равно уходят видите по мини карта в правом нижнем углу здрасте дальше мы берем вот это вот штука испуг а испуг это у нас не искажение случайно нет это хаос халявное заклинание на мой взгляд позволяет вам что подрезали базово нам на этом острове получили уровень возвращаемся идем точнее на второй остров алый ветер это пиратский остров ой тут композиция такая классная надо погромче музыку сделать одна из моих любимых ой две руны валяются еще разок друзья прям прям в уши в уши контент ой прям гриф он ползает класс ха якорь мне в селезенку не уж то новый ром оказался столь хорош что вместо зеленых импов я вижу перед собой прекрасную леди эй ты настоящая или плод моего не совсем трезвого ума подойди ка поближе дядя лени хочет потрогать и убедиться что ты существуешь на самом деле так трактирщик лучше придержи свои трогальца а то хуже будет тихо тихо шуток не понимает что ли не надо оружие все хорошо я просто подумал может ты захочешь подзаработать моим а поработать моим заведением уверен что желающих принять кружечку рому из твоих рук отбою не будет чтоб меня им поразорвали на сотню крохотных трактирщиков если они прав если у тебя работа дядя лени хочет потрогать серьезная работа а как же конечно есть как всякий уважающийся пират хоть и бывший я сколотил нет громко как то есть ладно потерпите и я сколотил кое-какое состояние и уж было собрался закопать клад ведь знаешь как у каждого пирата что у каждого пирата непременно есть клад и карта сокровищ так вот отправился я на восточную часть острова где поспокойней едва я взялся за лап едва я взял лопату в руки как меня ограбили какой-то наглый проходимец по имени гудман появился прямо из ниоткуда и забрал все что было при мне я готов предоставить хорошую награду тому кто раз расквитается с ним возьмешься найти его хорошо беремся а что за пьяный бедолага возле таверны это хэнки бедолага славный был пират но слишком уж он любит ром пьянство его сгубило тут отсылок много я многого не знаю поясняйте в чатике если что кстати он для меня клиентов привлекает лежи песенку про сундук горлане а мне бесплатная реклама так покажи что есть огненный паук что там за пинус сунта плюс мораль всем людям ага жареная крыса за 6к дает 2 к ярости и мани но снижает лидерство 50 ассасим ооо энергетики магия искажения я не знаю что это за заклинание вешает на союзный отряд метку жертвы энергии мира в течение одного раунда отряд будет получать удвоенный урон но каждая атака по отряду будет создавать на поле шары энергетики дающим ману или ярость полтора к блин запомнить ну как запомнить можно просто метку поставить и все и энергетики чувствуешь феминизм платья минус он ты дает зато мораль повышает это чуть музыку потише сделаю поговорим с хэнки о кто здесь пират мертвецкий пьян он с трудом удерживает голову глядя на вас снизу вверх постоянно пикает меня зовут эмили клюсь своей своей бутылкой ты не из наших мест и вряд ли понимаешь с кем разговаривать я пьян я хотел сказать я прав да я недавно на острове понятия не имею кто вы имя хэнки тебе ни о чем не говорит да тысячи морских ежей да но же никому ни о чем не говорит на этом треклятым острове пират яростно замахал руками выдавил себя слезу запах вина исходящий от хэнки стал еще острее а я между прочим ходил под одним парусом с робом каракатицы семь лет от склянки до склянки как сейчас помню были времена расскажи мне про роба каракатицы роб каракатицы был славный пират и верный друг даже когда высаживал меня на необитаемый остров то оставлял бочел на крому тысяча трезвых матросов весь мир с ним обошли под парус столько чудес повидали мы сражались против людей ящериц удирали от белого кракена это кстати отсылки тоже к простым частям покупали у зомби двухголовых коров браминов а это к фоллауту явно серьезно до двухголовые коровы коровы брамины это фолла фоллач я своими глазами видел как в храме любви у людей вырастают крылья правда они скоро отваливаются и и бедняги разбиваются это тоже видимо на илоне у торговца льюк колеса на кстати очень странный тип роб каракатицы купил себе дверь говорящую и поставил ее сокровище охранять прямо здесь на алом ветре правда секрет двери роб унес с собой в могилу не уж ты никому секрет свой не раскрыл даже тебе лучшему другу не успел просто клянусь бородой роба его смерть была для всех неожиданной даже для самой смерти мы сидели выпивали а он говорил мне про своего попугая который знает секретное слово но я как бывало не раз немного вспылил разбил бутылку его тупой лоб и чё-то роб захворал и отдал концы через пару деньков бедолагу с хоронили на ржавом якоре только осталось мне от каракатица что светлая память да попугай говорящий да и тот сбежал на следующий день так пиратские байки да какие там байки женщина управляет пиратской общины кстати мы не заходили к ней сто одна бутылка все беды от женщин реально самое ироничное вот текст писали скорее всего женщин ну потому что они грамотней с точки зрения авторства редакторства как правило вот и тут много такого юмора хорошего после смерти джека альбатроса джек воробей джека альбатрос она заявила что остров по праву принадлежит ей как дочери джека над ней только посмеялись так как только самый сильный уважаемый богатый пират может стоять во главе пиратской общины никто не хотел с ней договариваться и вступать свой кусок пирога и тогда в наших водах объявился белый кракен десятки судов потопило это чудовище морское и не был не не было на него управы ариана пообещала что при струнит кракены если пиратские бароны признает ее главою посмеялись бароны где-то видно чтобы девчонка сделала то что тысячи отчаянных пиратов не смогли и дали слово корабль арианы отправил отправившийся кракена присмирять вернулся на третий сутки целеханик а кракен с той поры больше не появлялся вот только всем известно что пират который перешел дорогу ариане рискует не вернуться и сгинуть без следа в море и ходят слухи что не обошел не обходится здесь без белого кракен как поживают люди он смачно сплюнул это проклятая дыра ром никуда не годится пираты и нынче пираты нынче совсем не те чтобы времена каракатицы мельчают охотники за удачей говорят на ржавом якоре дело получше вот скоплю денег и махну туда за настоящей жизнью нет же их желание болтать побежали так ассасин бежит к нам давайте пособираем вот здесь можно с с главой острова но я хочу вот рунки пособирать я же давайте квесты начнем с острова здесь просто собирательством позанимаемся соберем руны соберем экспу соберем золотишко и на дебир возвратимся и все а то щас наберу квестов и все так баланс сил блин я начинаю опять тысяча розовых попугаев леди клянусь своими сундуками не стоит вам появляться в здешних местах без охраны почему да потому что вас непременно похитит какой-нибудь мерзавец ах да разорви меня кракен я совсем забыл о правилах приличия и не представился гарри топор к вашим услугам я лучший контрабандист на алом ветре успешно занимаюсь любой незаконной деятельностью в рамках закона я принцесса амили 300 узальских макак какое чудесное имя если бы я не перепродал свое сердце одному из местных пройдох подрил бы его вам на блюдечке чудесная шутка не правда ли кстати о купле-продаже для вас милая все что угодно так давайте посмотрим на то ух ты хороший хороший рапира 30 атаки против андедов так фавн магия порядка так все не разговаривание с кем собирай собираю в сундуки и все больше ничего не надо рундух пожалуйста да я помню что где-то здесь валялся кристалл магический кристалл этого товарища нужно забрать с собой компаньоном раз мы интовики повышаем еще инту собираем золотишко с антеси не говорим о вижу сундуки тоже десяточку набрали видите 11100 это по квесту контрабанда а нет экзорцизм а нет экзорцизм похоже по виду сундучки этого товарища он слишком жесткий десятого уровня вообще после того как мы возьмем замок на дебире там же откроется как раз для найма нормальные андедовские войска правильно ведь ни с кем не встречаемся тут нереально убить сейчас баран кажется здесь еще копать можно будет подождите секундочку нет нет так можно в общем то проскочить мимо мимо грифона или мимо ассасина дальше повыманивать я вижу лидерство еще впереди чёрт надо было его вывести дальше хотя бы сюда плохо 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 такие они шустрые ну но вот варен это петок анрил так давай ставим лодку подальше сейв сразу давай оп подошли Выбежали сюда Пробежали так Оп Разбудить дракона закликнули Лидерство взяли Ой Ой, куда ты забежал, Миша? Еще лидерство взял Переход на другой О, копаем Так Так, а я отсюда свалить смогу, интересно? Грифон Гарта на следующий уровень С андедами Лидерство, волки, гиены, церберы, оборотни Пиратики есть Берем Больше никого Так, давайте попробуем Откайтить И взять Ой, руна магии А я смогу мимо грифона пройти? Не смогу Ну вот и поиграно, в общем-то Нет, не смогу Ай, чуть-чуть, чуть-чуть Короче, собираем Надо попробовать раскайтить это все У меня нет ограничений на количество сохранений Я нубас, а не хардкорщик Поэтому И назад Нет золота Ой, поразмехрил, сейчас золотишко подрезал Осталось вернуться на корабль И можно уже выходить к... Возвращаться на Первый остров Да, вижу сундук Иха Так, еще соберем сундучок здесь Оказывается, и вон еще один дальше 600 Вон вход в пещеру каракатится 1600 Или пройти и дальше Там кто-то есть на площади Ладно, попробуем Попытка не пытка Какой он быстрый Тут прям ничего Так, хорошо Тут западня Вы помните Ну я помню Ну все, получается Основные вещи мы с вами подрезали Осталось опять же только вернуться Давай, концимер Этот медленно ходит Это тоже медленно Смимо грифонов пройти И мимо пробежим Так, возвращаемся на Первый остров Наша задача на Депире Взять базовых У нас есть деньги У нас появилось лидерство У нас появился левелап Разведочка все-таки сделала Для того, чтобы смотреть состав Плюс интеллект нам пригодится Дальше Куда мы идем дальше? Много рун Духа Скорее всего Посвящение в любом случае Демонологи Это наши темы Мудрость мана Ярость Хорошо А здесь мы куда идем Это пассивный навык На единичку Трансмут Может по Вот регенерация маны Возможно Концентрация Алхимия Кристаллов маги Да, нужна алхимия А мне придется Все равно поединчики Всего убрать Да, ведь Да, берем торговлю Предельная осторожность Обращения с предметом Позволяет при разрушении Извлекать больше Кристаллов магии И растет запас маны Все, наверное, через медитацию Концентрация на дейце Не хватает Много рун Магии, к сожалению, уже Вероятность скрита Не очень Сейчас нужна, наверное Не очень поможет Обучение хорошо То есть В любом случае Мне нужна будет мудрость Мана ярости в обучении Да и силу духа Тут и инта И опыт в обучении Ах, все Потратил Все, все потратил Дракончик Ручной сокол Ну да, да, да В этом В этом и смысл Собираем сейчас Все, что есть Трех пауков Был один на старте Зомбарей 13 Эти не помещаются Обычные У меня только Лучники Но лучников мало А этих нормально Скелетов Что у них По Обилкам Бег Сеятель костей Разбрасывает Три кучи костей Которым он Телепортируется И Костяные врата Перемещаются Да, после перемещения Остается одно очко действия Атака повышается На 10 Но защита Снижена До 1 На этот ход Короче, нужно Видимо Костяные врата В конце хода Делаться Для хорошего Сильного удара Физ урон А почему Почему у меня Снижена так сильно Защита Или это Показывается база 1.4 У меня статы 1.4 Понял Ладно, поехали дальше Так Да, у нас же еще Появилась золотая рыбка Этот необычный предмет Поговорить Здравствуй, мили Отпусти меня Взамен выполнил Это тоже у него Оригинальный А не отпустишь, милая Я сделаю тебе Такой макияж Как у старухи Бабуры И у нас есть Три варианта Я хочу, чтобы мой Дракончик перестал Быть размазней Бил врагов Со злостью Достойной принцессы Я хочу, чтобы Удача была На моей стороне Я могу сделать так Чтобы моим противникам Было не сладко Пакость Какой-нибудь Так, а что за удача Это вероятность Крита 5-10-15% Нет А дракончик? А, это мы Выбираем Дополнительные умения Урона Дракончика 10-20-30 А это Вероятность Нанести только Половину урона Урона Я склоняюсь Пока к третьему Варианту Это не крит А именно удвоенный урон В том числе и крит Что за игра Спрашивает Да ладно Либо второй Либо третий вариант С одной стороны Мы в общем-то можем За счет молитвы Увеличить крит А, именно дополнительные Если дополнительные То это не так хорошо На самом деле Это не так хорошо Тем более там На третьем уровне Двадцатка А здесь пятнашка Всего лишь И для мага Часто важно Не Не волобешника А жить Просто жить Поэтому давайте Я все-таки Сразу возьму Нанести И где он? Я думаю Что он по Подождите Он же должен был Появить Он же как А, зайди Выйди Снова зайди Да, это Неудачник Можно бесконечно Смотреть на огонь Воду И как у соперника Ничего не получается Для противника Вероятность Снести только половину урона 5% Ну крит На заклинание Не действует Кажется двойной урон Так что Может быть и правильным Так Едем Дальше Привидений маловато 3 из 11 Мне бы найти Где продаются Себастьян Приветствуйте Тебя, дитя мое Да прибудет с тобой Благодать божественная И впредь Это говорит он Некроманту Вижу на тебе Печать богов Хотя боги Этим мне не знакомы Хм Служитель богов Я искала лекаря Попала в храм Удивительным Нет-нет Ты не ошиблась Я и есть лекарь Всю свою жизнь Я посвятил Служению богине жизни И исцеляя страживающих Молитвами и травами Когда король Доминион запретил Все храмы Мне пришлось Покинуть Верону И обосноваться здесь Сейчас я хочу Собрать достаточно Средств Чтобы построить Сиротский приют На этом острове А пока что Я продолжаю Помогать людям Недуги И хворю врачу Быть может Ты ищешь исцеления Но я вижу Что и дух И тело твои здоровые Что я могу сделать Для тебя Я думаю Что можешь Уверен Что ты рано Или поздно Попадешь на Монтера Конечно Я не обладаю Силой высших Жрецов Или святых Но иногда Я могу видеть Будущее И так давно Меня посетил Мой друг Купец Торберг И он рассказал Об ужасных Об ужасах Творящихся на Монтера Жуткое чудовище Называемое Гномами Голодным зверем Держит всех в страхе Каждый месяц Оно требует От каждого Поселения гномов Младенца Чтобы пожрать его Да Я хочу Чтобы чудовище Требующее От гномов Столь уже Ужасную дань Было уничтожено К сожалению Я не могу Предложить тебе золото Все мои сбережения Пригодятся Для строительства Нового храма Но зато Ты получишь Руны духа И опыт Конечно Так Что у него Продается Мы кажется Чекали Уже Да Ужас Разбудить дракона Мы и так Уже подлутали Точность Магия порядка Мне нужна только Магия ускажения Так Ну что за молодежь пошла Капитан Минс говорит Даже не поздоровывался Уже бумаги Королевские В лесо Тычешь Вот с механикой Вот этих вот гильдий Я не знаю Стоп А что за испытание Да готов В таком случае Леди вперед Вашим противником Будет Миколаш Один из наших рыцарей И пара его приятелей Они лекари Так что не беспокойтесь Сами покалечи Сами вылечат Нужно сейчас бои Без потерь Проходить Пытаться Ой Лут Привет пыль Всем добрый вечер Друзья Кажется мы выбрали Игру на прохождение Так рыцарь Вот этого надо Вырубить Побыстрее Я думаю Что справимся Побежали И поворовать бы Еще тоже Так разбрасываем Кости 8 8 8 Офигел что ли Поэтому надо Быстро его убивать Может мне добавить Тогда ход И скелетам В конце этого хода Метнуться Убить Он правда Обилку юзнул Но у него Кажется еще И бонус Будет по Да Святой удар Усиленный урон Он вполне может Не рыться Этого скелетика Одного забрать Поехали Костяные врата Раз Одно очко действия У нас остается 100 106 Хороший урон Так это четвертого уровня Давайте сразу на него Сеточку накинем Чтобы не рыпался Собираем Золотишко Сразу Кладоискателя Пытаемся Вытащить Алмаз Катар Катарсис Спасибо большое За За Подписку Убьем Кристиан Соберем Совсем немного Золота Он нас вообще Пробьет Или не пробьет 16 18 Лучше Агру снять Каким-нибудь Этим Паучком У которого 140 хитов Плюс там еще Яд А почему Не отвечает Что на нем Такое А почему Не ответил Путин От пауков Вроде А Она мешает Не только двигаться Но и Пропускает Ход Так У меня Инициатива Троечка Кстати А у него Пятерочка Это значит Что Я сейчас Получу Сейчас будет Минус Скелет Если он Будет Я Преградить Не могу Да Не могу Он Ударит По скелету И он Убьет Полностью Выключать Вин В том числе Ответки Но это Халява Какая-то Экзорцизм Очень много Урон Наносит 320 Правда Уровень Только 1 2 Справа От количества Отряда Написано Шесть Ходов А Типа Троечка 1 2 3 То есть Он не будет Но не пишется Его ход А он Типа Пропускает Все еще В этом Ходе Похоже Я хотел Просто проверить Как грабеж Действует Удобно И это Только первое Сражение Без потери Меня зовут Капитан Минс И я рад Приветствовать Тебя В нашей Академии Сейчас Когда На Тиане Бушуют Войны И армия Орков Выдвинулись В военный Поход Мы как Никогда Нуждаемся В умелых Командирах И опытных Воинах Так как Ты прошла Тренировочный Бой Позволь Вручить Тебе Офицерский Патент Подписанный Королем Фридриком А разрешение На обучение Я заберу Теперь оно Ни к чему Что дает Офицерский Патент Благодаря Своему Патенту Ты можешь Воспользоваться Услугами Наших Тренеров Вы можете Улучшать Своих Воинов В Академии На обучение Тратится Золото И трофеи Трофеи Получаем Во время Боя Для их Учета Вам нужно Носить На себе Офицерский Патент В бою Ага Изначально В ограниченных Уровнях И расах Со временем Можно получить Доступ К Ага Кроме того Патент Даст Тебе Аванс В несколько Турнирных Камней Участвуй В турнире Лучше Среди Равней И зарабатывай Славу Так Торгуем О Демонологи Сразу Есть Ё Пр С Т Подгончик Подгончик Демонолог Так, там, говорят, лежат Сделать стоп-старт стрима На всякий случай А, подождите Я не делал в прошлый раз стоп-старт Потому что у меня на том компе все еще Не настроены рестримы правильно Только сейчас я сделаю нормальный, блин, стоп-старт Простите, пожалуйста Моя вина Сейчас должно заработать и там, и там, и там Нет, лагов, ну это просто по-разному Короче, демонолог, что умеет? Высокие показатели базовой атаки защиты Высокая инициатива Низкая скорость, но магам низкая скорость Это нормально Урон средненький, он очень плотный Из талантов может только вызывать Демонолог отыскивает Подождите, демонолог это же не андет Демонолог же, он демон Де-монолог Че я радуюсь Это нейтрал Клевер Четырехлистный клевер Использование возможно только при интеллекте меньше трех Минус семь процентов криту врага Врагам Три к своим Съедание клевера Удача дает Два крита армии Слушайте, ну даже без использования Артефакт-то хороший Ты можешь их брать, будет снежным Да, я понимаю, я просто хочу андетовскую армию А что демонолог умеет Пылающий метает Горящий Наносит огненный Морали Атака я лавовые Если кто-то призывает Костяные Получает атаки защиту Сопротивляемость магическому огню Стойкость вербовка Перед боем присоединяет еще ЕМП Есть такой армии Ну, ладно, понятно Короче, вот эту штуку надо Надо будет взять, скорее всего Хочу тренировать бойцов Трофеев нет Надо улучшить отрез скелетов Ага Скелетов лучников, можно их проглядить Давайте сначала патент наденем Да Он дает бонусный опыт и золото Немножко 3% И начинают, типа, с ним копиться трофеи Если я правильно понимаю Окей Я не поговорил дальше с ним еще Научить меня Пожалуй, да Я не чародей Поэтому маги Обучить Обчучить Написано Тебя не смогу Зато я отлично умею командовать чародеями и колдунами Вы получите уникальный классовый навык Архимаг Позволяющий нанимать больше магов любой расы Но количество уникальных навыков Ограничено Скорее, любви к ему Ну, сначала тебе нужно изучить методы ведения боя С пользой атакующей защитной магией Всего-то им нужно немного побывать против опытных магов Надо победить 20 магов Или это не мешает вообще Нашему классу Собрать их по искусству Можем просто не возвращаться к нему И все Не сдавать квест Есть башмак Дешевенький на защиту Давайте возьмем 700 голды Всего лишь стоит Копье атаки Прирост ярости Хороший копьем Хороший копьем Одеваем башмак Защита 5 Так, впереди чародей Давайте-ка Наверное, я Поплыву Требование для некромантов Тоже ниже будет Хорошо Тогда возьмем Уже взяли Мы находимся на первом острове Нады были денег Нады были лидерство Закупили армию Надо Сейчас Посмотреть, кого мы Вон, слабые враги уже Пожалуйста Здравствуйте Только никого не отдавай, Миш Нужно выполнить Бои без Потерь провести А это стрелки Нормально ты зашел Отличное начало, Михаил Отличное Просто прекрасное Я почему-то думал, что они милишные Хрен тебе Так Во-первых, мы можем что-то записать в книгу Сразу ловушка Тратятся кристаллы магии Но тем не менее Баран дорогой Каменная кожа базовая Ловушка На поле боя возникает ловушка С колями Но уступившие Получают урон И самое главное Теряет ход Каменная кожа Защита и сопротивляемость 20% На первом уровне Там дальше можно увеличивать Но снижается Инициатива Мне кажется Нужно сейчас закидывать Стрелками Пытаться Нейтрализовывать Тем более Ваншот Ванкил у нас тут Раз И подставлять людей Чтобы Те стреляли По целям Ну Не по скелетам Так есть шанс пережить Но это все равно Крайне маловероятно Мы можем мочкануть Еще 22 29 Конечно Ладно, бой О, хорошо Из трупа Одного Поднял Стрелять 4 Зомби Хорошо 9 Главное Не по скелету Отлично 18 Все Живем Изява Зомбарик Поближе Допход Камун Терневоин Допход Вообще там скелет Может шотнуть Раз-два Сразу же У него урона Будет много Наверное Ему нужно Оставить Ход дополнительный Пока Уэйт Соответственно А, почему я Сразу скелет Не дал Тпшемся Раз Дальше О, какой порядок Там будет Этот будет вторым Ходить, да? Самая большая проблема 1-3 Сможем ли Чем-то его У нас секира Вроде была Давай секирой 5-6 Вообще пропуск Кода хорошо Зайдет тоже Они же низкого Оровня Правильно? Пусть пропускает Пока мы ползем Нижнего Соответственно Мы Привидением Витя И пофиг На эти укрытия Ну, на эти Преграды Должен выдержать Бежим вперед Скелет Давай выкапываем Кладоискателем Зомбаря туда пошлем Держимся Нормально Не добегаю чутка Но этот ход Будет тупить Может мне пробить Тогда Этими Да, давай Соберем так Беззащитность Хорошее законодание А он и отвечает Получается Не будет давить Хорошо И свару Убивай Он по трем же Сейчас проатакует Три перед собой Видимо клетки Вейд Берем Сундучок Еще золотишко И добиваем Хорошо Хорошо, что они По разным целям Постреляли Убили без потери Еще нужно Восемь боев Провести Да Да Восемь боев Суббота Этот кто Тоже слабенький Там только огненные дракончики Подождите А может быть Избавиться от тех Кто Да ну фигня какая Справимся Они очень быстрые Ярость Работает Никаких Кладов Ловушка на них Не подействует Они парят И у них еще Хейст Кажется есть Да Надо через Ожидание Возможно Боевой клич Ведь по инициативе Я им очень сильно Проигрываю Так Прописать барана Баран очень хорош 20 маги Маны Паутинкой Может сразу Паутинкой Да давай Останавливаем Одного Наиболее Здоровый стек Делает хейст Летит вперед Собирает Мое золото Тварь Это через Уэйт Играют Этот не долетит Этот Понятно Хорошо Бьем просто Очень непросто Нисколько непросто Не просто Потому что там Огненный урон А мне Огненный урон Да вроде нормально Нет Нет Я уязвим На 25% Бонус О Уничтожив Фрага Нашли Первый Плюгин Это пиратам По возможности Именно им Надо добивать Что еще могу Надо баран Видимо Юзать На большой стак Раз Вейт Может еще раз Походить Сейчас я могу Костя Закинуть Нет Давайте Уэйт Посмотрим Нет Никто Ничего Доп Ход Кому Доп Ход Скелету Можно кинуть Костя Эти Нейтрализованы На два Хода Соответственно У скелета Будет гораздо Больше Возможность Для маневра Делаем Костю Баран Вперед Так Здесь я не успеваю Могу кого-то Штампануть А подождите Сейчас же Следующий Будет ходить Мы его просто Сокрушающим Убиваем Зомбарь Дает Не доп Ход А передает Свои очки Действия Повезло Что Стал Бить Не скелетов Очень Повезло А эти же Хейст Не прожали Еще И к верхнему Я не смогу Что ты делаешь Миша Миша Нет А так Я смогу Добежать Да То есть Реально Очки Гейв Крянний Ход Ладно Если что Уничтожим Дракончиком На следующем На следующий ход Они же пока Подтупливают Правильно Два Три Убьет ли Скелет Мне этот Гад Убьет Этот Долетит С хостой Свиток Барана Тратить Так Жалко Боевой Еще Может Пригодиться Да Видимо Баранец Ой А сетка Сетка В кд Ладно Делаем Так Отвратительно Но так По крайней мере Мы не потеряем Скорее всего Никого Это не факт Я не уверен Что добегу Вообще Капец Ну хоть Сейчас ход Будет Но я Сетка В кд Все еще Да Он еще Этот ход Пропускает Вот Превращается И здесь Мы уже Действуем К сожалению Пиратом Я не добью Хотя Хотелось Конечно Добиваем Расклет Надо Отрегенить Ману Потому что Без нее Как без рук Давайте Походим Посматриваемся Там Звероглаз Здесь Ассасин Фонтан Радости Инквизиторы Инквизиторы Пандетам Конечно Больно Бьют Пещерный Паук Подземные Барежки Продаются Минус Атака 8 маны Рукавички Для мага Наверное Лучше Будет Тем более Стоит Дешево Только Вместо Не Мана Нужна Поплывем Мимо Не хочу Сейчас Без Сражаться Без Она потихонечку Регенится Медленно Конечно Так Пара Рыб Очень Слабых Небесный Страж Не Видел Так Нападение Что там Дают Больше Опыта Но Меньше Золота Давай Лучше Не Будем Минус Один Очень Слабый Еще Один Минус Два Четыре Свитка Разбудит Дракона Два Кристалла И Немного Сильнее Ассасин Там Рядом С ним А Здесь Кажется Рунки Можно Еще Взять Да Что Мне Может Помочь Какие Руны Здесь Сейчас Могут Помочь Слушайте Вообще Можно Мудрость Взять Хорошая Тема Ярость 5 Мана 5 Поехали Все равно В обучении Идти сюда Надо будет 0-0-0 Рун Может быть Взять Руны Силы Исходя Из логики Что Их Меньше Всего Дают Тебе Как На Этом Классе Паломник Приветствую Тебя Странница Многие Приходят К стенам Храма Надежды Чтобы Вновь Обрести Веру В себя Таким Человеком Был И я Возможно И ты Пришла Сюда Чтобы Освободиться От тяжкого Бремени Жизненных Невзгод Мой Мир В смертельной Опасности И моя Миссия Спасти Его Это Ли Не Тяжелое Бремя Твой Жизненный Путь Труден Но Я Могу Помочь Тебе Дать Ниточку К решению Твоих Проблем Чего Не хватает Тебе Для Преодолевания Жизненных Невзгод Ну давайте Силы Отваги Отважным Воинам Покоряются Все вершины Не унывай Пусть Руна Силы Поможет Тест Сильнее А теперь Прошу Извинить Меня Мне Необходимо Погрузиться В медитацию Чтобы Очистить Мысли От Тлетворного Духа Поражения Неудач Две Руны Силы Так Вижу Руна Духа Здесь Еще Валяется Храм Надежды Рада Приветствовать Тебе В храме Надежды Дитя Меня Зовут Пифия Пифия Я Одна Жрица Храма Меня Зовут Амили Я Знаю Ты Дитя Из Пророчества Не Удивляйся Амили Вижу Камень Отваги В Тебе В Молодости Я Была Прорицательниц Сила Дара Не Полностью Угасла Во Мне Порой Я Вижу Особые Знаки И Чувствую Когда Наступает Время Перемен Ты Пришла За Камнем Надежды Да Камень Надежды Это Немалая Просьба Но Я Чувствую В Тебе Силу Исполнить Пророчество Послужи Храму И Камень Станет Твоим Я Говорю О Древние Реликвии Амулете Озарение Что Был Оставлен Нашими Жрецами Вместе Столь же Удивительным Сколь Опасным В катакомбах Острова Бола Понятно Окей Взяли Что Есть На Продажу Пиратский Флаг Пираты Волки Призраки Зеркало Боли Это Искажение Кстати Хейст Друиды Демонессы Вражеский Отряд Получает Магический Рон Равный Части Урона Который Нанес Свои Последние Атаки Я пока Не буду Приобретать Но Надо бы Пометить Ну Потому что Мне может Выпасть Этот Свиток Я его Запишу Просто Ставим Пометку На карте Едем Дальше Тем временем Мана Уже Восстановилась Тут Опять Ассасины Инквизитор Лучники Медведи Как Такие Темы Стабильно Без Королевская Терния Охотник Волк А тот Слабенький Как Слабенький Состав У него Нормальный Тоже Ранжевых Много Немного Слабее А Поехали Давай Можно Пересечать На правую Сторон Надвы Да Можно А можно Вот так Поставить Какой-то Век Или Там Лог Пишется Короче Здесь У нас Аж Три Сундука Это Королевская Терни У которых У которой И урон Хороший И здоровья Много Блин Кажется Я не вытащу Здесь Без потерь Это Еще Стреляет Гад Ловушку Ставить Чтобы Волка Остановить Смысла Особо Нет Кошмар Давайте Попробуем Сеточку На тернию Королевскую Раз Надо Было Конечно Пройти Сначала Вперед А потом Сетку Кидать Самая Большая Проблема С Накидываем Кость О А этот Не стреляет Ко-пчему Куда шел Стрелок Но не Стреляет Соберем Сначала Сундук Зомбарем Ну Вот Пожалуйста Выстрел Сразу Минус Скелет Либо Их Не брать Просто В эту Битву Хотя Непонятно Кто Тогда Дамаг Будет Наносить Либо Отложить Вообще Сражение Именно С этим Противником А тут Кто Тоже Ассасин Лучник Тут Инквизитор С бонусным Уроном Ассасин С бэкстебом И лучник Который Стреляет Огненный Дракончик Который Тоже Огнем Бахает Может Мне Проскочить Мимо И попробовать Взять Там Был Один Товарищ Вот Этого Там Тоже Стрелков Много Кажется Этот Стрелок Кажется Это Тоже Обилкой Может Жахнуть Астральный Урон Спыльчивость Нистовый Гоблин Еще Стрелок Издеваетесь Как Как Ладно Подходим Вперед Закидываем Сетку Наверное Самого Плотного Товарища Маны Много Но Бежать Вперед Будут Вот Только Эти Двое Как Мне Не Хватает Заклинаний Нормальных Эти Каменную Кожу Делай Давай На скелетика Так Подбегает Раз Уже Заряжает Да Опять Хорошо Побежали На хосте Скелеты Так Хорошо Надо проверять Еще дальность Перемещения Потому что Я совсем Невнимательно Так Здрасте Пожалуйста Этот Проспустит Ход Будет Стрелять Непонятно По кому Скелетом Мы выскочить Можем И Дракончик Пустой Ну Ничего Баранам Надо делать Вопрос На кого Только Этого Забрать Могут 6-7 Правда Пока Они будут Ходить Хотя Здесь Только Убьем Да Наверное Так Скелеты Этого Убьют Шаман Крови Пропустит Ход Один Черт Отвратительно Критует Гадами Добиваем Пиратом Крит 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 Ну Ё-моё Так Хорошо Что у нас есть Попроще Нет Вообще Мы можем С ним справиться Но Все равно Риск Потерять Хотя бы Одного Присутствует Так Подождите Сейчас Я Оплыву Может быть Там Что-то Валяться Еще Будет Пробраться Посмотреть Потерить Мне кажется Это конец Острова Здесь Пусто Мне вот Мешают Больше всего Именно Какие-нибудь Стрелки То есть Те Которых Действия Я не могу Предугадать Пока что То есть Кого Они были Стрелять Наверняка Там есть Система С приоритетами Какая-то Но она Мне неизвестна Ну что Попробуем Сильный Маг С чародеями С остальными Можно Наверх Забраться Тут еще Лидерство Забрать Сундучок Камикадзе Сильный Написано Но там Милишных Очень много Надо попробовать Справиться с ним Думаю Можно Есть Паладин Сто Тринадцать Дракончиков Семь лучников Медведя Блин Сильный 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 Кого Мы оставляем Выключаем Во-первых Есть ловушки И тут есть Кого Останавливать Паладин Очень медленный Пока Дойдут Пройдет Много Времени У медведя Кажется Есть хоста Ну то есть Да Талант Ускорение я не знаю тоже задача такая нетривиальны тут начинаем бить безответным скатывайте обуза не мешает добывать бы и без потерь сразу минус призыв первым же выстроен возможно из-за того что я подошел близко и надо было через вейт это делать еще разок он стрелял без штрафа видимо именно поэтому добрался так еще разок ловушку сюда здесь закидываем сетку пока проверяем смотрим по кому и стрелять хорошо замедление он кинул на а и использовал ли он не использовал я думаю как мне лучников нейтрализовать в конце концов они же следующим яростью видимо дракончиком пробуем наносить урон по крит вылетает хорошо слева лог до слива лог использовал срабатывают медведь использует бег понял хорошо значит все таки правильно то есть я сейчас не могу очки действия скинет могу а что мне по инициативе здесь 44 прикольно ярость не копится что происходит добавляет кстати очки действия ярости две ну и как мне баран так у мечников урон 6 8 их 20 человек то есть они могут шотнуть с одного удара паука пауки доходят до в смысле эти не пауки а гвардейцы доходят до привидений я не помню кто из них будет ходить первым очевидно привидением очевидно привидением наступаем у вейт пока что что же вейт к такому как почему зиму подожди почему почему как он а ей как он дошел там же а у него 3 то есть он доходил и у тебя армия конечно ни лучников ни магов чем урон носить без потерь умом надо разбираться в механике то есть тут андэдовская армия и правильно что сделал что что первая сетка у нас идет дракончиком чувствуете это первый остров самое начало медведя стопом вейт не факт что улучшник будет также стрелять замедлением то что здесь псевдо рандом ага он стрельнул другой стрелкой кстати поехали что там а в чатике проявляются товарищи которые никогда не это самое не видели king's bounty ты назвал клоном героев вообще молодцы верно подмечен раз на манча что похож действительно пятый герой но эта игра вышла на 5 лет раньше красавчики надо возьму я золото пожалуй 80 гуляем из-за того что я взял золото я не смогу пробить поэт ну что по низу проходим да вот так будем бить горит паук ему нужно уходить от гвардейца но не факт что я здесь справлюсь без потерь тоже вейт 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 ничего особо сделал здесь не могу с ответками медведь и он мне точно убьет убрать оттуда я не смогу да я могу только бить по этим разок и все больше ничего дополнить дополнительные очки действия через кости да через кости можно было снимать попытаться но уже поздно да слишком жесткие надо найти вообще на острове самых-самых слабеньких людей даже слабые иногда навешивают так здесь грифон выходит тихо 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 там тупик а что здесь атака надо брать не подожди может убьем сейчас бегу Так О, хороший закуток есть у нас внизу Это королевские грифоны Королевские грифоны 220 хп, 20-30 урон Да что ж вы со мной делаете, двое стреляющих Аааа Как? Как? Вообще вместо призрака можно кого-то взять Потому что призраки у меня по лидерству Про это самое Остальные все актуальные по количеству А вот призраки не очень Ёпарасите Это самое опасное У меня разгонит всех Сплэшем причем Как мне ударить грифона? Наверное через зомбаря Чтоб он пережил удар, снять ответку Этот попроще значительно А на этого сетку Или не на этого сетку Хочешь пока wait? Нет Сетка сразу, не хочу урон получать Репс, не нужны мне советы? Спасибо большое Я попрошу, если понадобится Так Рыцарь и смерть в таверне Классно Так, wait, wait Наверное тоже wait Здесь врубаем форсаж И пытаемся проатаковать грифону При этом не Да как? Почему 40? А, там показатели Атаки защиты Ди 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 Дич Все, пошел по спойлерам Друзья Рыцарь и смерть Это круто Надо брать Поплыли на остров Все, потом Все сведется к тому Что я буду Читать советы И Пимксим за меня будет Игру проходить Ну и пацаны В чатике Спасибо большое Так, на продажу Алые паруса Таверна Это пиратская крепость Давайте поговорим Золото за бой Атаки золото за бой Дорого очень Не взять Увы Так Таверна Говорите, да? Контрабандисты Наемники Притон Часовня Таверня Таверна И где этот Разрезмерти В таверне Тут отряд равный По силе Там лучники Опять же А еще и совет Такой Я понял Вот-вот Пайт Ай Почему только нежить Кстати, может Имеет смысл взять Давайте на дебире Посмотрим на демонологов Потому что у меня есть Один стак привидений Которые По уровню Не очень Хороши Заброшенные часом Там бывает Какая нежить Да, спасибо Все, друзья Спасибо за За просмотр Хороший Тизер Прямое решение По Выбору Игры Спасибо за то, что Смотрели Спасибо за то, что Болели Всего самого Хорошего До новых встреч До завтрашнего Вечера Ориентируешься